Меня зовут Светлана Макеева, и я представляю вам также Светлану Владимировну Петрушихину, которая является соорганизатором и будет помогать мне вести сегодняшнее заседание. И я думаю, мы тогда можем начинать. Я объявляю первый доклад, и это доклад Анатолия Владимировича Рыкова, Санкт-Петербургский государственный университет «Симфония цинизма» Андрей Белый, Василий Кандинский, Хога Баль и Мюнхенская концепция современного искусства. Анатолий Владимирович, вы сможете запустить презентацию? Да, большое спасибо. У меня не будет презентации, поскольку я буду говорить в основном на теоретические темы. Спасибо. Я благодарен за возможность представить некоторые промежуточные результаты своей работы. Надеюсь, меня слышно, да? Да, замечательно. Мой доклад с таким длинным названием отчасти является размышлениями по поводу замечательной книги Бориса Соколова, которая носит название «Эпоха Великой Духовности» и которая посвящена Кандинскому. И вот в развитии некоторых сюжетов, прежде всего, конечно, необъятные темы взаимодействия Кандинского с русским серебряным веком, посвящен мой доклад. Мне кажется, что тема различных центров современного искусства на рубеже веков чрезвычайно существенна, и Мюнхен здесь не является единственным, хотя это очень важный центр, особенно с точки зрения изучения современной культуры. Но и, так сказать, и экономическая, и политическая, и культурная география, она отчасти менялась на протяжении XX века, и степень развития межнациональных культурных связей, конечно, мы можем сейчас недооценивать, обращаясь, возвращаясь к истории культуры начала XX века. И здесь значения подобного рода космополитических центров, таких как Мюнхен или Вена, дают чрезвычайно интересный материал. Тем не менее, мне хотелось бы как бы внести некоторые коррективы в ту концепцию великой духовности, которую совершенно справедливо представляют различные авторы, поскольку, конечно, русский серебряный век оказывается недооцененным в плане иной стороны, так сказать, этого явления, связанной с развитием искусства скорее уже второй половины XX века. И здесь, мне кажется, и фигура Кандинского, конечно, тоже чрезвычайно существенна. Дело в том, что, с моей точки зрения, такое школьное деление современного искусства, школьное деление модернизма, на модернизм, постмодернизм, авангард, оно не отвечает, конечно, в полной мере той сложности искусства начала XX века, которая в значительной степени включала в себя все элементы, которые найдут в дальнейшем развитие в искусстве дадаизма, в искусстве сюрреализма, постмодернизма, поскольку все это довольно условные термины. И, естественно, мы с вами должны это прекрасно понимать. И, естественно, что фигура Кандинского, который, как мы знаем, работал и в Российской империи, и в Германской империи, и затем уже в Веймарской республике, и в конце концов эмигрировал во Францию, где он, надо сказать, находился длительными периодами и до финальной этой стадии своей культуры. Мне кажется, это абсолютно типичная фигура, которую тоже можно рассматривать в контексте элементов двойного кодирования и разного рода игровых компонентов в культуре этого периода. Вот совершенно справедливо, конечно, сравнивают с симфонией Андрея Белого с творчеством Кандинского, с его срождением абстракционизма Кандинского. Это, так сказать, избитый такой ход, но абсолютно справедливое направление, верное направление мысли. Но здесь необходимо помнить, что при всех личных особенностях и чрезвычайно богатом духовном мире Андрея Белого, Андрей Белый, так сказать, тоже является очень характерным примером того, что мы называем двойного кодирования или иронического отношения или стратегии саморазоблачения. В конце концов, Андрей Белый наследовал эту совершенно гениальную линию Гоголя в российской культуре. И в этом плане концепция великой духовности, о которой пишут авторы, она приобретает новые измерения, поскольку эта концепция вовсе не противостоит рациональным или прагматическим или даже циничным каким-то концепциям современного искусства. Вот, в частности, что писал сам Андрей Белый по поводу вот этих элементов цинизма или расчета, как он пишет в своем творчестве. «Если ты желаешь, безумец, чтобы люди почтили безумие твое, никогда не злоупотребляй им. Если ты желаешь, чтобы твое безумие стало величественным пожаром, тебе мало зажечь мир, требуется еще убедить окружающих, что и они охвачены огнем. Будь хитроумной лисой. Соединяй порыв с расчетом так, чтобы расчет казался порывом, и чтобы ни один порыв не пропал даром». Таким образом, вот эти стратегии, эти манипуляции, эта прагматика, она, естественно, очень существенна для понимания культуры Серебряного века. И эти, когда действительно такие авторы, как Андрей Белый, воспринимали себя как своего рода celebrities, которые использовали некие элементы того, что мы называем сейчас шоу-бизнесом или элементы поп-культуры, но при этом сохраняли очевидную принадлежность. Андрей Белый был крупнейшим новатором в области художественной прозы, абсолютно гениальным теоретиком, который предвосхитил самые яркие открытия не просто русского литературного формализма, но всей постмодернистской теории искусства второй половины 20-го века. Но это не исключает абсолютно его прагматическое измерение и, в общем, самые сложные стратегии, которые были рассчитаны совершенно на разные слои общества. С другой стороны, Куга Баль, который, как известно, был очень тесно связан с Кандинским в своей работе «Бегство из времени», таким образом характеризовал собственную концепцию личности. Сбросить свое «я», как дырявое пальто. Чего нельзя удержать, пусть падает. Есть люди, которые абсолютно не выносят мысли о расставании со своим «я», эти люди думают, что у них только один экземпляр их «я», но у человека много «я», как у луковицы оболочек. Больше или меньше, без разницы. Ядро тоже в достаточной степени оболочка. Странно видеть, как люди цепляются за свои предрассудки. Вот это, казалось бы, абсолютно постмодернистская концепция времени рождается в рамках, можно сказать, концепции великой духовности Кандинского и затем становится частью или Куга Баль становится главным, по сути дела, теоретиком дадаизма. И в дальнейшем, как мы знаем, исходя из его духовной эволюции, в кавычках, он возвращается к интерпретации различных мистических течений, в частности, в православии. И мы таким образом оказываемся вновь не в рамках некой условной, абсолютно надуманной схемы развития современного искусства. Но мы оказываемся в чрезвычайно интересной ситуации, когда вот эта игра со своим «я» – абсолютно театральная концепция собственной личности. И, соответственно, такая семиотическая концепция искусства, которая рассчитана на множественные прочтения, вовсе не противоречит, естественно, концепции великой духовности. И здесь тоже, так сказать, можно указать на колоссальное влияние, если мы посмотрим на авторов, на которых ссылается Фуга Балет, то в значительной степени, в значительной степени это, конечно, авторы, которые Мережковский или Кандинский, авторы, которые… или Леонид Андреев, которые ассоциируют, которые являлись частью культуры Серебряного века. Таким образом, когда мы говорим о пребывании Андрея Белого в Мюнхене, в Мюнхене, естественно, Андрей Белый был множество раз, и с Мюнхеном у Андрея Белого связано множество встреч с известными деятелями не только немецкой культуры, но и русской, и польской культуры. Вот мы говорим о существовании искусства в рамках различного рода космополитических центров. И подобно тому, как у Хуга Баля глубочайший скепсис, он все время пишет о скептическом начале в искусстве, соединяется с некими нигилистическими или апофатическими вариантами богословия, по крайней мере, ссылками. Точно так же и у Андрея Белого, и у других представителей культуры того времени мы видим как бы соединение весьма органическое различных типов культуры, различных способов мышления, которые вовсе не исключают друг друга и которые напоминают вот это лоскутное одеяло или луковицу, о которой писал Гуга Баля. Вот поэтому мы наблюдаем, как разрушается вот эта эволюционистская схема развития современного искусства в основе которой лежит представление об эволюции художественной формы или лежит представление о переходе от менее наивных к более таким циничным что ли стратегиям, поскольку очевидно, что культура конца века, конечно, включала в себя этот цинизм может быть в большей степени даже, чем явление последующего искусства. Характерные примеры авторов, которые были в той или иной степени затронуты мюнхенской культурой, можно назвать два примера художников, которые оказали решающее влияние на развитие культуры второй половины XX века, развитие культуры дадаизма и сюрреализма. Джорджа де Кирика, который, как известно, тоже сформировался как художник в значительной степени в Мюнхене под влиянием мастеров немецкого символизма и, с другой стороны, Марсель Дюшан, который, как известно, в тоже решающий период своей интеллектуальной биографии также провел несколько месяцев в этом городе. Разумеется, речь здесь идет не только о Мюнхене, но это пример того, насколько недооцененными являются примеры культуры европейской, культуры центральноевропейской, восточноевропейской, которая в действительности существовала вовсе не в изоляции от западноевропейской культуры, но которая представляла собой важнейшую часть этой культуры. Поэтому здесь необходимо заново пересматривать, необходимо заново интерпретировать все эти замечательные явления и увидеть и символизм, и декаденское искусство, и русский религиозно-философский, конечно, модернизм, с которым Кандинского и Андрея Белого, конечно, и Хуга Баля множество связей в новом свете, как более объемные, более интересные явления. И поскольку речь идет о явлениях культуры, то, конечно, здесь не может быть какой-то однозначности или какого-то каких-то тенденциозных оценок. Здесь очень характерна статья, в частности, Андрея Белого, посвященная Ипсону и Достоевскому, вот это, где он называет Достоевского политиканствующим мистиком, вот это при всей близости, в общем, к данной фигуре и, конечно, ощущения преемственности и чрезвычайного почтения. Это показывает, что вот этот элемент саморазоблачения, этот сатирический элемент, этот карикатурный компонент, он чрезвычайно важен для Белого, он чрезвычайно важен для культуры этой эпохи. И, естественно, противопоставление, так сказать, выделение отдельных схем, например, экспрессионизм, термин, который, конечно, вполне применим и к графике Андрея Белого и к его творчеству. Но подобного рода схемы, конечно, не говорят нам о всей полноте, о всем диапазоне его творческих возможностей. Поэтому мы должны понимать, что вот это абсурдистское начало, которое мы видим в симфониях Андрея Белого и это, естественно, сатирическое начало, которое мы видим в таких, в общем, отчасти автобиографических произведениях, как куст, да, мы известных, мы находим какие-то важные, важнейшие черты биографии этих художников. И, соответственно, мистическое направление в искусстве XX века не может быть, так сказать, отделенным или рассмотренным, изолировано от основных, наиболее существенных течений в искусстве XX века. Здесь можно вспомнить очень странные отношения с алхимией Марселя Дюшана, который, по сути дела, развивал вот эту тему неоплатонизма, каких-то увлечений, мистического плана близких к культуре рубежа веков и множество других явлений. Естественно, XX век был веком войн, каких-то катастроф, был веком политических движений, веком активизма. Но за фасадом всех этих вроде бы очень таких ангажированных и четко позиционировавших себя движений скрывалось все очень часто, да, скрывалось, особенно если мы говорим о лидерах, наиболее интересных представителей, скрывались все те же мелодии, все те же симфонии цинизма. Или, иначе говоря, представление о чрезвычайной сложности культурного процесса, о чрезвычайной сложности искусства и в каком-то смысле о манипулятивной природе искусства, которое в той или иной степени всегда должно быть рассчитано на определенный эффект. И здесь, безусловно, нужно соединять прагматическое начало с началом творческим. И, соответственно, вот этот контекст творчества, вот Хуга Баля, в частности, который включает в себя и русских авторов, и немецких авторов, и западных авторов, да, он показывает нам, что привычные, так сказать, географические деления искусства, они тоже чрезвычайно условны, да, чрезвычайно условны. И, так сказать, как русская политическая мысль в лице Кропоткина или Бакунина вряд ли может быть рассмотрена, да, учитывая даже биографические особенности вне западного контекста, точно так же и влияние того, что мы называем культурой Российской империи, конечно, на западную и центральную европейскую культуру было чрезвычайно существенным. Поэтому исследование вот таких фигур, так сказать, которые внесли настолько важный вклад в развитие того, что мы считаем нигилистическими тенденциями, как искусство дадаизма, в частности, как Илья Зданевич или Хуга Баль, главные представители этого направления немыслимо вне вот этой концепции великой духовности. И в каком-то смысле это являлось продолжением, если продолжением тех стратегий, которые содержала эту концепцию. Вот, поэтому вот эти взаимосвязи, они очень важны, и ощущение вот этой культурной сложности, я думаю, мы не должны потерять при каких-то очередных обращениях к культуре русского Серебряного века и к культуре других национальных традиций. На этом мне хотелось бы закончить. Благодарим вас, Анатолий Владимирович. Знаете, я думаю, что будет более правильно с организационной точки зрения, если мы будем задавать вопросы не просто в целях экономии времени, потому что у нас очень большая секция, не после каждого доклада, а после того, как пройдет несколько докладов. Вот у нас сейчас пять докладов в нашей секции, и если никто не против, я бы предложила вопросы вынести отдельным блоком ко всем докладчикам, которые выступят уже вот в ходе нашего первого вот этого вот отделения из пяти докладов. Вот, и я хотела бы напомнить уважаемым участникам о регламенте, потому что мы очень просим не превышать регламент в 15 минут, иначе мы не успеем. И как мы сейчас видим, что мы сейчас есть, которые мы рады вам приветствовать, я буду повторять все что я говорю, все остальные вопросы в английском, и все вопросы для наших презентаций будут задать вопросы после первых пять презентаций, и мы we kindly ask you not to present longer than 15 minutes, as we have a lot of presentations in line. Сейчас я приглашаю следующего докладчика. Это Воронина Оксанина Юрьевна. Оксана Юрьевна, вы нас слышите? Да, Воронина Оксана Юрьевна, Московский музей современного искусства, опыт фотоавангарда 1920-х годов как импульс для создания новой живописи, творчества общества станковистов. Воронина Оксана, Московский музей модерн арт, фотография авангарда 1920-х как импульс для производства новой пилотики, работа социальной артистами. Я в первую очередь хотела бы поблагодарить организаторов за возможность выступить на этой конференции. Участие в принимании первый раз и всегда жду эту конференцию как большое событие. За сим позвольте начать. Из всех актуальных искусств, формирующих образ современности, авангардная фотография, можно следующий, пожалуй, наиболее очевидный ориентир для художника Фоста в создании живописи, способной удовлетворять запросы нового зрителя и самих авторов. Использование приемов моментальной фотографии, влияние фотомонтажа, как и сам факт соперничества живописи Оста с младшим, но не нуждающимся в легитимации в революционной действительности искусством, отмечала уже критика 20-х годов, причем часто недоумевала по поводу неуместности адаптации фотографических приемов в островских полотнах. Позже в литературе также продолжали указывать на активное использование остовцами ракурса и следующий, специфических молниеносно схваченных пост персонажей, запечатленных в промежуточной фазе движения, как на заимствованной из фотографии приема, в конечном счете определившие узнаваемый остовский стиль. Тем не менее, за исключением точечного установления снимков, послуживших основой для остовцев, взаимоотношения живописи общества станковистов и авангардной фотографии 20-х годов до сих пор не становились предметом специального исследования. В рамках этого доклада я хотела бы обрисовать и проанализировать ту проблематику художественного поиска, которая связывает участников ОСТА с мастерами фотографии после революционного десятилетия. Следующий. Сразу важно оговориться, что на момент создания общества станковистов опыт фотографического авангарда не столь велик. Это прежде всего ранние монтажи Густава Клуцеса и Сергея Сенькина, нередко представлявшие собой графические произведения с включениями отдельных фотоизображений. Следующий. Сами остовцы используют подобный метод в своих журнальных работах. Следующий. К ранним фотомонтажам относятся также иллюстрации Родченко к поэме Владимира Маяковского про это. Следующий. Где автор монтажа лишь использовал вырезки из прессы. Портретные же снимки были сделаны приглашенным фотографом Штеренбергом. Родченко и практически все известные художники фотоавангарда осуществляли революцию на территории своего искусства с середины 20-х годов. Иначе говоря, их творческий поиск не опережал, но шел параллельно с поиском участников ОСТА. Объективизация видимого передачи изображения как бы без участия глаза художника в 20-е годы понималась как родовое свойство технических видов искусства. Фотография – одно из них. На ее документальном качестве настаивали художники авангарда 20-х, в частности, Любовь Попова. Она писала. Можно следующий. Фотоснимок не есть зарисовка зрительного факта, а точная его фиксация. В документальности фотографии видели основную силу ее воздействия. Точность и документальность придают фотоснимку такую силу воздействия на зрителя, какую графические изображения никогда достичь не могут. Плакат о голоде с фотоснимками голодающих производит гораздо большее впечатление, чем плакат с зарисовками этих же голодающих. Писала в той же статье Любовь Попова. Следующий. В эпоху технической воспроизводимости произведения искусства возникла потребность в шоковом воздействии, по словам Вальтера Бениамина. Категория действенности оказалась важнейшим критерием оценки работы художника. Создатели нового актуального искусства, равно как и критики, в 20-е годы придерживались общего мнения, что необходимо достигать максимума эффекта при минимуме средств. Действенность, возникающая благодаря точной документальной схваченности явления, следующей, и вызывающей ощущение соприкосновения с подлинной объективной реальностью, была одним из главных ориентиров для художника Фоста. Метод их работы, когда холсты должны были создаваться а-ля прима, в кратчайшие сроки не допускал ни малейшей эскизности, и в чем-то приближался к методу моментальной фотографии. Следующий. Следы прикосновения кисти художника исключались. Беспристрастно переданные гиперреалистичные формы, следующий, осязаемые поверхности предметов и фигур крупных планов или движения зыбких воздушных токов пространственной среды, следующий, в разных островских картинах, должны были придать им объективный, деперсонализированный характер и заставить воспринимать их так, будто действительность является себя сама, без участия художника. Другими словами, в этом обнаруживается сознательная приверженность островцев фотографически объективной позиции. Не случайно стремление участников остров к всеохватности, целостной передаче меняющейся действительности. И эта черта островского почерка также соотносится со специфической способностью фотокамеры производить снимки как полнокровные слепки действительности или жизни врасплох, не предполагающие отбора предметов или моделей. Следующий, произведения островцев часто складываются в серии, где лишь немного варьируется сюжет. И этим их картины и графические листы напоминают отснятый на пленку материал. Следующий, вместе с тем в одних и тех же полотнах нередко представлен целый спектр разнородных сюжетов. Либо при сопоставлении различных сцен и фрагментов мы словно наблюдаем изображение в стадии становления, получая целостное представление о его природе. Следующий, в подобном подходе также обнаруживаются переклички с установками мастеров технических искусств. Например, Роченко говорил, жизнь конструктивный материал для фотографии. Адзига Вертов, будто продолжая эту мысль, доказывал, что глаз камеры регистрирует максимальное количество жизненных фактов, в том числе тех, что глаз человека не в состоянии увидеть. При этом и остовцы, и художники фото- и киноавангарда, как известно, имели в виду нечто совершенно противоположное простому бытописательству и всякого рода натурализму. Свою главную задачу они видели в организации жизненного материала, следующий, которая позволила бы перенастроить само восприятие зрителя и задать ему важные ориентиры для строительства нового. Этой цели позволял достигать монтаж, оказавшийся в 20-е годы следующий, главным средством внесения смысла в обычное изображение реальности, как писала Розалинда Краус. Однако, прежде чем перейти к сравнению обретающих мировоззренческое значение монтажных принципов у фотографов 20-х и остовцев, необходимо сказать еще об одном свойстве светописи, важном и для тех, и для других. Фотография изначально связана с полюсом настоящего, следующий, бескачественного текущего момента. И в таком понимании противостоит полюсу истории, классики, канона. Фотографическое «нечего сказать» стало, как известно, одной из важных тем хрестоматийной книги «Камера Лючида» Ролана Барта. Он писал, «Именно в остановке интерпретации заключена достоверность фотографии». Это было. Вот самое большее, что я могу о ней заключить. Для художников фотоавангарда эта родовая особенность их искусства повышала возможности конструктивистского подхода к материалу. Следующий, для остовцев бескачественность мгновения также оказывается чрезвычайно важна. Они уравнивают в правах персонажей и пространственную среду одушевленные и неодушевленные праздники, будни, исторические сюжеты. Следующий, акцент на переживании текущего момента часто действительно делается с помощью фиксации промежуточной фазы движения, либо с помощью закрепления изображения на композиционных осях, либо закольцовывание движения. Следующий, особенно показательно и важно, что художники общества станковистов настаивают на передаче бескачественного текущего момента в исторических полотнах, где отсутствует пафос, какие-либо предпосылки для оценки событий, не навязываются выводы. Другими словами, ориентация на родовое свойство фотографии дает художнику Моста возможность не просто осовременить саму живопись, арсенал ее художественных средств, но придать изображению особый статус актуального настоящего. Равнозначность элементов композиции, характерное отсутствие иерархии среди них, свободное соединение разных масштабов узаконивается с помощью монтажного принципа организации работ, к рассмотрению которого я сейчас и перейду. Следующий, пожалуйста. Фотомонтажи иллюстрации книг и журналов порой напрямую соотносятся с теми картинами остовцев, которых прием монтажа обнажен. Как и в масштабных фотомонтажах, часто вытесняющих в печатных изданиях текст, в остовских работах элементы композиции не самодостаточны, но обретают смысл, только соединяясь в целое. Фотомонтаж показывает динамику жизни, развертывает тематику данного сюжета, писал Густав Клуцис. При сравнении работ художников Оста, созданных в диапазоне с начала 20-х до начала 30-х с современным фотомонтажем следующий, обнаруживаются истоки остовского стиля и эстетики объединения. Абстрактные формулы ранних формальных студий начинают обретать плоть в более поздних работах. Следующий, но формульность и абстрактные элементы в них по-прежнему присутствуют словно сквозят в трехмерных осязаемых формах. Последние часто оказываются словно наложены аппликативным методом на условный нейтральный фон. Такое соединение несоединимого дает особое мерцающее качество материи в островских произведениях. Та же формульность резко подчеркнутая с помощью плакатных средств и включения схем или графиков следующий, обнажена в фотомонтажах Клуцеса и Сенькина, например. Это разительное сходство важно учитывать для переосмысления места того и другого явления, поскольку островцы в период активного действия объединения отстаивали программный станковизм, а авангардные художники, входившие в круг журнала Лев, с той же принципиальностью теоретизировали на тему ее безнадежной отсталости. Остовцы при всей своей приверженности традиционной техники работают с левовцами в общем русле конструктивизма. В современных исследованиях о фотомонтаже после революционного десятилетия принято говорить о деконтекстуализации разнородных образов и деконструкции мира как о необходимой предпосылке для выстраивания новых связей в сознании зрителя. Этот эффект стремились проанализировать еще сами художники авангарда 20-х. Например, Эйзенштейн писал, именно монтажный принцип заставляет творить самого зрителя. Следующий, пожалуйста. Что касается общества знаковистов, то его искусство оказалось чрезвычайно близка идея произведения, которое позже назовут открытым, подразумевавшим обратную связь со зрителем. И следующий. Остовцы в своих произведениях давали броскую, легко считываемую идею, в чем также можно усмотреть увлечение эстетикой фотографии. Но прием нон-финита сложная интерактивная динамика, когда художник апеллирует к двигательному чувству и транслирует восприятие на скорости, все это требует нового качества взаимоотношений со зрителем, когда последний должен не только глазами, но всем существом интуитивно обнаружить ответ, домыслить произведение. Резкие монтажные перескоки играют здесь первостепенную роль. Монтаж и в Остовских полотнах, и в фотографии призван мобилизовать факт и тренировать зрительский глаз для восприятия смыслов, возникающих при считывании целого, составленного из свободно организованных сцен. Следующий. Разгимнастируйте силы художников до охвата городов, до участия во всех стройках мира, обращался к художнику Маяковский. Тренировка глаза зрителя заключалась в том числе в восприятии композиционных особенностей произведений и оста, и фотоавангарда, обнаруживающих явность хвоста. Следующий. Преодоление земного тяготения, отсутствие верха и низа, свободное обращение с линией горизонта, эти приемы используют как авторы авангардной фотографии, где они получили общее название Косина, так и художники Оста. Следующий. У последних отмена воздушной перспективы, соединение разных планов в один, эффекты аэрофотосъемки, все это способствует особым переживаниям экзистенциального толка. Не случайно ракурс фотографии 20-х, а в России своей популярностью обязанный в первую очередь Родченко, связывается с новым видением мира. Именно он дает мощный эффект остранения. Следующий. Например, Осип Брик описывал следующим образом впечатление от фотосерии Родченко, где тот впервые последовательно применил съемку сверху вниз и снизу вверх. Аппарат может действовать самостоятельно писал Родченко. Может видеть так, как человек не привык, может подсказать свою точку зрения, предложить взглянуть на вещи по-иному. Такого рода опыт проделал товарищ Родченко, засняв один из московских домов с неожиданной точки зрения. Знакомая вещь, дом, кажется никогда не виданной конструкцией, пожарная лестница чудовищным сооружением, балкон и башни экзотической архитектуры. Художники Оста, постоянно экспериментируя с точкой зрения и в какой-то степени соревнуясь с фото- и кинооператорами, также предлагают новый взгляд на вещи. Критики, документируя впечатления от их картин, отмечают, что Остовцы передают ощущения, до этого у нас неизведанные. Особенно часто мастера общества станковистов прибегают к соединению тех же ставших излюбленными фотографий двадцатых ракурсов снизу вверх и сверху вниз. В таких композициях обычно или объединяются несколько фаз движения или ощущаются головокружительные пространственные перепады. Следующий. При этом динамизация изображения влечет за собой усиленное закрепление картиной плоскости. В результате возникает напряжение между мощным движением и стабилизацией, а зритель неуминуемо его испытывает. Художник таким образом решает его привычных координат, как бы выталкивает восприятие и апеллируя в том числе к телесным ощущениям, буквально дает ему прочувствовать себя в роли соучастника организации жизни на новых началах. Завершая обзор схожих сюжетов, интересовавших мастеров оста и фотоавангарда, следующий, пожалуйста. Важно сказать еще об одном. Фотограмма или практика модулирования светом представляла собой технику получения отпечатков без камеры с помощью одной лишь фоточувствительной бумаги. Эта техника не только предлагала фотографам 20-х широкое поле для формальных экспериментов, прежде всего беспредметных, но связывалась с возможностью обретения актуального взгляда на мир, поскольку позволяла получить непосредственные отпечатки с натуры. Дематериализованное изображение, похожее на рентгеновские снимки, словно служило обнажению истинной сути вещей, обнаружению мировых связей и законов. С другой стороны, в таких сквозистых бестелесных образах могли быть заключены большие проекционные возможности. Этот путь ведет к созданию светового образа, причем светом надо управлять как новым способом воплощения, совершенно так же, как в живописи управляют краской или музыкой тоном. Я называю этот способ светового изображения фотограммой, писал Ласловом Ахуйнадь, чьи эксперименты в этой технике перекликаются с работами Элисицкого и Родченко. Фотограмма выявляла автоматически фактуру тени прозрачного материала, серии Родченко светоотражающей поверхности. Следующий, пожалуйста. Участники ОСТа учитывают эти опыты и включают в арсенал своих художественных средств прием модулирования формы единственным цветом, имитирующим тень. Получается, что в законченные холсты, где присутствуют осязаемо выписанные предметы, включаются элементы, выполненные в этой светомодуляционной технике, также напоминающие рентгеновские снимки. Суть присутствия таких призрачных форм с полнокровными усиливает проекционный смысл ОСТовской живописи. Ее задача дать емкий формульный образ динамичной современности, находящейся в постоянной трансформации. Вместо заключения хотел бы сказать, что мое исследование можно отнести к жанру work in progress. Я подхватываю эстафету от предыдущего докладчика с промежуточными результатами исследования. И оно у меня в чем-то напоминает подобные ОСТовские работы, при всей очевидности перекличек устремлений художников объединения и мастеров фотоавангарда финал в данный момент необходимо оставить открытым, поскольку некоторые смыслы пока лишь нащупываются. Поэтому на этом позвольте мне закончить. спасибо вам огромное, Оксана Юрьевна, за такой интересный доклад. И тогда мы переходим к нашему следующему докладчику Колганова Ольга Викторовна из Российского Института Истории Искусств, Экслибрисы, Гедония 1910-30-х годов в частных и государственных коллекциях. Ольга thank you, Оксана, for such a great presentation. And now we're moving on to our next speaker, which is Колганова Ольга from Российский Институт of History of Arts with the report Гедоний ex-лебрис of 1910-1930 in private and public collections. Здравствуйте, не видно пока мою презентацию, да? Нет, вашу презентацию видно. Видно. Если хотите, я могу вам помочь запустить ее со своего компьютера, а вы также будете мне диктовать, когда нужно будет менять слайды. У меня не получается ее сейчас самой посмотреть или стать почему-то. так, давайте тогда я пока временно отключу вашу демонстрацию экрана. Я попробую запустить вашу презентацию со своего компьютера, Светлана Олеговна направила, и тогда, я думаю, так будет немножко попроще, потому что тогда... Извините, я думала, что у меня все получается. Нет, нет, ничего страшного, все хорошо. Так, как раз заодно убедимся в том, что демонстрация экрана работает хорошо. Так, скажите, пожалуйста, видно ли экран с презентации? Да, мне видно. Все, отлично. Отлично. Я постараюсь быть краткой. Создание, будьте добры, следующий слайд сразу. Создание экслибрисов было одной из сфер многогранной творческой деятельности художника и изобретателя светооркестра Григория Иосифовича Гедони. Помимо основной своей специальности гравера, Гедони был драматургом. Например, в 20-м году издавались его фьесы, одна из них, «Гибель коммунная», ставилась в Народном доме. Также он был переводчиком, был издан его перевод с латинского языка, «Матрона» из «Эфеса», «Петрония арбитра». Это было совместное издание с Гумилёвым, с которым они дружили. Он был историком искусства, выпустил целый ряд книг по искусству. Но кроме того, художник любил и ценил книги, был владельцем редких экземпляров книг по искусству. К примеру, в фонде редких книг Библиотеки Академии наук содержится двухтомник Карла Ридольфи 1648 года, «Чудеса искусства, жизнеописание выдающихся венецианских художников». В свое время он принадлежал художнику. О том, что Гедони владел этой книгой в 20-е годы, узнаем благодаря тому, что на обороте титула первого тома размещен один из вариантов гербового автоэкслибриса Гедони. Следующий слайд, пожалуйста. Там же зафиксированы фамилии других владельцев книги, начиная с 1864 года. В один из вариантов, следующий, пожалуйста, автоэкслибриса у художника был включен образ Икара, иллюстрирующего размещенную в центре книжного знака на гербе фразу «Напряжение ума и вечное стремление к солнцу». Приблизительный перевод с латинского языка. Тот же образ фигурирует в исполненном им экслибрисе Джервиса. На раскрытых страницах книги изображены кипящий жизнью город, мост, дымящие трубы, электрические сети и парящий над городом Икар. За свою недолгую жизнь, 42 года, художник выполнил около 45 экслибрисах в техниках цинкографии, ксилографии, автотипии и сочетании цинкографии и автотипии. Некоторые из упоминающихся в архивах, в архивных документах изображений пока не удается обнаружить. Но таких всего лишь несколько. Гедони занимался книжными знаками не только на практике, то есть их изготовлением и использованием их в собственной библиотеке, но и в теории. Во вступлении к изданной им книге, будьте добры, следующий слайд, пожалуйста, портретно- иконографические книжные знаки Гедони он ставил для современного ему экслибриса следующие задачи. Дать целостную изобразительную характеристику либо культурного облика владельца книги, либо характера уклона всего книжного собрания. Книга эта вышла тиражом 550 экземпляров, 50 из которых были именными. В ней содержались 30 книжных знаков, собственных авторов с 1916 года по 1933. Главным образом здесь были представлены портретные экслибрисы, вот эта тема, которую он и продвигал в своем творчестве. И эта книга стала его последней книгой, в 1934 году она была издана. Многие работы гидони в данном жанре хранятся в частных и государственных коллекциях. Наибольшее их количество содержится в рукописном отделе Российской библиотеки Академии наук в составе коллекции Розенблатта. Евгений Александрович Розенблат в годы жизни 1890-1958 был военным и санитарным врачом, графиком, а также коллекционером. Его собрание насчитывает в целом 22 тысячи книжных знаков, свыше 22 тысяч. В коллекции его сохранилось 76 экслибрисов гидони, многие из них даны в нескольких вариантах, то есть в различных цветах, в размерах, на разном фоне. Будучи графиком, следующий слайд, пожалуйста. Розенблатт сам выполнил экслибрис гидони, это произвеш слово за год до смерти художника в 1936 году. Вряд ли пользовался гидони этим экслибрисом, но факт остается фактом. В 1937 году он был расстрелян как японский шпион и впоследствии в 1957 реабилитирован его сыном. В Ярославском художественном музее содержится 40 экслибрисов гидони, это также не все работы автора в данном жанре, а часть из них дана в вариантах. По сведениям хранителя коллекции экслибриса музея Елизавета Мусаутовой из них 39 знаков поступили в музей в 1987 году. Из собрания опять же частного собрания это ленинградский коллекционер Виктор Владимирович Ашик. Один знак из книг Библиотеки Ленинградского университета 29-го года поступил в 90-м году из коллекции московского собирателя Евгения Николаевича Минаева, автора целого ряда книг об экслибрисах. Помимо экслибрисов в музее хранятся несколько гравюр художника поступивших в 22-25 годах в дар от автора среди них портрет Эль Грека у нас на экране книгу о котором это леногравюра книгу о котором Гедонин написал и проиллюстрировал множеством леногравюр но в настоящее время вот только эти свидетельства у нас остаются а сама книга считается утеряной. В библиотеке имени Некрасова также представлены около 40 книжных знаков в Гедоне из собрания коллекционера и исследователя экслибриса Бориса Апанасьевича Виленбахова был современником в Гедоне но умер он в 1969 году. Собрание также является неполным однако в нем представлен экслибрис Казимира Малевича следующий слайд пожалуйста которого нет в других известных нам коллекциях долгое время я считала что этот экслибрис не тиражировался но буквально недавно в библиотеке Некрасова готовясь к выставке о Гедоне вот этот экслибрис был обнаружен и он действительно оказывается что тиражировался помимо упомянутых собраний отдельные работы Гедоне в жанре экслибриса хранятся в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина Государственном музее заповедника Петергов Омском Челябинском Сахалинском Пермском и так далее во многих музеях из частных собраний необходимо упомянуть коллекцию Соломона Трессера вероятно на ее основании а также используя другие доступные материалы в 2004 году Соломон Трессер составил перечень экслибриса в Гедоне и опубликовал его во втором выпуске сборника материалов по истории экслибриса конца 19-го начала 20-го века Эта книга была отпечатана всего лишь в 34 экземплярах я также долгое время не могла ее обнаружить потому что с трудом несколько лет она появлялась именно в библиотеке в российской национальной библиотеке очень долго ее оформляли вероятно на ее основании вот этот экслибрис был на основании коллекции 41 книжный знак был представлен в перечне Соломона Трессера и это опять же не весь список вслед за Галеевым Булатом Галеевым который еще с 70-х годов занимался творчеством Гедони в области искусства света и цвета Соломон Трессер написал о Гедоне несколько статей среди экслибрисов автора условно можно выделить различные направления как пишет Лихачева большую часть экслибрисов в Гедоне составляют портретные экслибрисы портрет владельца дается в орнаментальном обравлении или в характерной обстановке многие из этих знаков принадлежат известным следующий слайд пожалуйста ученым Бехтереву Курнакому Паркровскому Фармаковскому Иоффе и другим другая группа портретных экслибрисов в Гедоне это знаки учреждений с изображением того лица следующий слайд пожалуйста с чьим именем связана деятельность учреждения например Ломоносов в экслибрисе химического института академии наук Горький в экслибрисе Ленинградского дома ученых Ленин в экслибрисе Ленинградского университета некоторые из гедоневских книжных знаков были выполнены для людей творческих профессий следующий слайд пожалуйста например актриса Евгения Гедония его сестры в 23-м году искусствоведа Новицкого актера Давыдова художника Малевича балерины Трояновской два из них принадлежат музыкантам более ранний Игорь Сергеевич Миклашевскому композитору и дирижеру в 26-й год более поздний артисту оперы и балета лирическому тенору Степану Балашеву это 32-й год характерно что на обоих экслибрисах есть изображение дирижера однако в первом случайно как бы идеализированное а во втором скорее шаржированное следующий слайд пожалуйста целая группа экслибрисов принадлежит как бы семье художника это экслибрис Евгения Гедония младшей сестры Евгения Иосифовна Гедония была актрисой в 22-м году она закончила школу русской драмы при Александринском театре она выступала на сцене Александринского и других театров Петрограда Ленинграда Гиньоль Карусель Свободный театр брат художника также был очень значимой фигурой для культуры российской это был Александр Гедоний он был искусствоведом драматургом печатался в журналах Аполлон театр искусства новый журнал для всех был автором монографий о Рерихе и о Родене а также ряда пьес и сценариях фильма Кровь неотмещенная одна из пьес Александра Гедони ставилась в Большом драматическом театре следующий слайд пожалуйста сыну Клэру он также посвятил один из своих экс-либрисов это сочетание тоннового и цинкового клише французский вариант его имени Клэр стал псевдонимом Григория Гедония в некоторых работах своих он подписывается этим псевдонимом в переводе с французского языка это свет ясность просвет чистый ясный прозрачный очевидно художник вкладывал в это слово дополнительный смысл так как использовал его и в форме аббревиатуры однако расшифровка его остается пока неизвестной и экс-либрис жены художника Веры Роман он на экране здесь изображены страницы книги Григория Гедони о Гюстове Корбе последняя часть книги посвящена опять же искусству света и цвета диалогу об этом искусстве особенно мне интересно было изучить тему искусства света и цвета в экс-либрисах Гедони это была основная тема для художника темой всей его жизни он был изобретателем светооркестра световых декораций автором светопамятника и много сделал в этом направлении он часто делал подарки в виде экс-либрисов для тех кто помогал ему в реализации его проектов например упомянутый уже академик Иоффе который пригласил Гедони работать в физико-технический институт и при этом институте была лаборатория искусства света и цвета вот на этом слайде представлен экс-либрис Сергея Осиповича Мазеля с которым Гедони сотрудничал начиная с 1926 на экс-либрисе есть надпись в самом низу при керосиновой лампе на память с мечтой о светотеатре действительно Гедони мечтал о создании светотеатра но мечта его реализовывалась частично еще один экс-либрис следующий слайд пожалуйста это одна из наиболее интересных на мой взгляд работ художника в жанре экс-либриса и она напрямую связана с искусством света и цветом полученного путем электрической энергии является экс-либрис композитора и дирижера Игоря Сергеевича Митлашевского у меня нет точных данных насколько тесно они были знакомы единственным свидетелем этого знакомства остался этот экс-либрис на котором кроме образа дирижера в композицию его включены фрагменты светоцветовых аранжировок Гедони к произведениям Бетховена и Беллини изучая личный архив композитора сохранившийся в кабинете рукописи Российского института истории и искусств я обнаружила информацию о том что с 18-го года Митлашевский работал у Графтио на Волховстрое и отмечу здесь что будущий дирижер и композитор закончил политехнический институт и по основному своему образованию был инженером электриком со временем он оставил эту работу и полностью посвятил себя дирижированию и композиции став с одной стороны одним из лучших исполнителей из крябинских оркестровых сочинений с другой композитором продолжившим свою творчеств и линию Скрябина в год создания экслибриса Митлашевского 26-й год Гедони разрабатывал идею исполнения Прометея Скрябина с всем известной световой строкой при запуске первого тока на одной из первых гидроэлектростанций страны Волховстроя в том же году была издана расшифровка Скрябинской строки сделанная по системе Гедони внуком композитора Николая Андреевича Римского Корска Георгием Михайловичем Римским Корсаковым о готовящемся исполнении Прометея со светоцветовым сопровождением в честь открытия гидроэлектростанции Гедони писал профессор Литовского университета В настоящую минуту после бесконечных мытарств я заканчиваю ту модель светооркестра модель изготавливается с упомянутым высшим профессором Майзелем в оптическом институте которая в день открытия Волховстроя впервые исполнит Прометея Скрябина совместно с самостоятельной игрой света и краски желание выполнить завет Скрябина заставило меня начать с России Ольга Викторовна прошу прощения что я вас прерываю 15 минут уже закончилось А да извините я тогда коротко дальше еще одна следующий слайд пожалуйста Таисия Трояновская которая принимала участие в первом вечере искусства света и цвета следующий слайд я извините время как-то да я тогда перейду к завершению благодаря внучатому племяннику Григория Гедони Генрика Пельман Гедони нам известно о двух выставках экс-либрисов в которых принял участие художник при жизни одна из них состоялась в Ленинграде в государственной публичной библиотеке это был художественный экс-либрис 17-27 годов а другая в Лос-Анджелесе международная выставка экс-либрисов обе они прошли в 28 году и после смерти художника мне известно о том что одна из выставок проходила в 64 году на основе коллекции Розенблата в библиотеке Академии наук и еще одна выставка прошла совсем недавно на ней были представлены экс-либрисы из коллекции Виленбахова которая содержится в библиотеке Некрасова выставка называлась Григория Гедони и его новое искусство света и цвета спасибо большое за внимание Ольга Викторовна благодарим вас за большое очень интересное сообщение об экс-либрисах Гедони я думаю мы можем перейти к нашему следующему докладчику Галеева Тамара Александровна Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина с докладом Сергей Судейкин русский художник на американской театральной сцене в 1930-е годы Тамара Александровна у нас здесь здесь меня слышно? да-да-да да значит презентация тогда у вас я буду говорить с телефона прошу вас презентацию спасибо Светлана Олеговна запустила презентацию да и сейчас не начинайте буквально одну секунду мы представим вас нашим иностранным коллегам so let me introduce our next speaker Тамара Галеева from Royal Federal University named after the first president of Russia Борис Елсен with the report Сергей Судейкин Russian artist on the American theater stage in the 19th century Да спасибо большое благодарю за доставленную возможность участвовать в конференции доклад посвящен творчеству Сергея Судейкина русского художника который сумел в эмиграции в частности в Соединенных Штатах Америки действительно сделать серьезный вклад не только в свое личное творчество но и собственно культуру той страны в которой он оказался Сергей Судейкин приехал в США можно следующий слайд пожалуйста в 1922 году приехал в ореоле славы известного парижского театрального декоратора художника русского стиля как его называли сотрудничавшего со знаменитыми русскими французскими театральными режиссерами продюсерами и хореографами особенно заметна была его работа в театре миниатюр летучая мышь Никита Балеева следующий слайд пожалуйста именно в связи с этим театром художник попал в США как ему думалось только на гастроли но оказалось до конца жизни следующий слайд можно дать оказавшись обосновавшись в Нью-Йорке в 1923 году Судейкин довольно быстро вошел в художественную среду мегаполиса основной сферой деятельности стал театр и художник сумел визуально воплотить на лучших сценах американского театра характер музыкального и драматического материала разных национальных школ эпох в 20-е годы он очень успешно работал в метрополитном опере с русским балетным оперным репертуаром среди постановок его балет Петрушка вы видите слайд можно следующий слайд балет да балет не совсем балет но такой как даратория свадебка тоже Стравинского дальше следующий слайд нужно также он поставил Садко римского Корсакова а также волшебную флейту Мотферта можно следующий слайд все эти постановки абсолютно с 25 по 30 год имели колоссальный успех и они сделали ему славу действительно такого театрального декоратора причем новатора потому что он вел довольно много таких элементов которые отсутствовали в американском театре как то например начальный занавес который предваряет все представление или там он заставил своих актеров танцевать в лаптях ну и много всего русский барин по происхождению европеец и западник по своим убеждениям художественным пристрастиям по образованию судейкин обладал чуткостью к любым появлением национального характера ценил всякое проявление художественной самобытности разных народов следующий слайд пожалуйста в тридцатые годы судейкин полностью погружен в мир американской театральной художественной культуры и эта среда сделала его особенно чувствительно к различным эпохам к выражению к разным типам этнических культур и с одной стороны удивительно с другой стороны совершенно неудивительно что на фоне его стремления в 20-е годы акцентировать в своем искусстве русские национальные формы отсюда создание некого так называемого русского стиля признаемся немного сувенирно пряничного но с другой стороны не кажется странным пробуждение у художника именно в эти годы и на фоне его театральных занятий пробуждение интереса к современному явлению американской культуры и прежде всего к искусству чернокожих жителей нового света я хотела именно этот аспект выделить говоря о его деятельности на американской театральной сцене именно современной культуре современному так сказать образу жизни в отличие от его соотечественников иногда друзей ну например можно вспомнить Джона Грэма Ивана Домровского который невероятно увлекался древней негритянской скульптурой изучал и опирался на нее в своем творчестве так вот Цыгейкин обращается именно к современной негритянской культуре он был свидетелем гареминского возрождения 20-30-х годов он раньше многих даже американских коллег заинтересовался этой культурой США и следующий слайд можно в Нью-Йорке он стал завсегдатаем горлемских кафе баров полюбил танцы посетителей энергичные джазовые ритмы ночных клубов например популярный хлопковый клуб где 6 ночей в неделю играл знаменитый дюк эрлинг кстати однажды лично посетивший мастерскую судейкина но тут надо заметить что вообще гарлем был в то время очень популярным местом района жительства русских эмигрантов так что он не случайно там оказался судейкин следующий слайд пожалуйста американизация художника в 35 году он получил гражданство способствовала успешная театральная карьера 20-х годов а также его личная жизнь ведь его третьей женой в середине 20-х годов стала американская оперная певица тогда она была совсем юной Джин Палмер и она пережила своего супруга на 40 лет и всю оставшуюся так сказать после него жизнь вот сохраняла его наследие по свидетельству Анны Кашиной Юрий Анны Кашиной друга семьи это была монументальная пара оба высокие и полные кстати Джин имела очень широкий диапазон голоса маркетный тембр пела свободно на нерских языках французском немецком русском ее репертуар был очень разнообразных от классических оперных партий ярославных князей Игоря или там Врунгель Валькири Вагнера до коротких музыкальных таких эксцентричных номеров например русская ревью 49-го года и она была связана с митрополитен оперой и филадельфийской музыкальной академии давала многочисленные сольные концерты безусловно она способствовала утверждению связей Судейкина с американской театральной музыкальной культурой следующий слайд пожалуйста да практически каждый лет из середины 20-х годов Судейкина проводили маленькие провинциальные городка такая российская традиция сначала это было местечко Стони Пойнт штат Нью-Йорк где у Судейкина была мастерская и где он общался с импрессарианом Павловым Марком Рабиновым художником Анисфельдом с округами Еврейновыми и в мастерской работали молодые американские художники вот в 20-е годы именно там создавались эскизы и сами костюмы даже для петрушки и там работали молодые американские художники среди которых некоторые из них стали потом учениками Судейки например Марк Галерик последствия известный американский театральный художник и он признавался что в русском мастере он нашел учителя который впервые познакомил его как ни странно с открытиями кубизма и абстракционизма объяснил возможности перспективы значение цвета и линии это при умеренности эстетических глязов взглядов и стилистики самого Судейкина позже он облюбовал живописный городок Вудсток в штате Нью-Йорк уже известен тогда в те годы такой арт-колонии а впоследствии уже это стал город знаменитого рок-фестиваля и вот везде в американской провинции художник очень внимательно наблюдал новые для него пейзажи типажей повседневную жизнь американцев отдых на беремову зона и все это он применил в своей работе в бродвейских театрах куда он приходит с начала 30-х годов и где он работает в жанре мюзикла большой успех например ему выпал вместе с исполнителем и продюсером Леонардом Сильманом как раз на этой шоу новые лица 1934 которое давалось в мае июне 1934 года в театре Фолтон 196 раз и затем регулярно возобновлялось в новых версиях вплоть до 1956 года разумеется уже там были декорации костюмы но как бы известность этому шоу принес во многом визуальный вот такой вот ход визуальный ход Сергея Судейкина интересно что малоизвестные тогда актеры текстов авторы текстов и исполнителей Нэнси Гамильтон Эмман Джин Кока Генри Фонда Дура Ди Фолкс вот вскоре они стали звездами этого жанра мюзикла и прославились они именно на фоне так сказать декораций в костюмах Сергея Судейкина следующий слайд пожалуйста своеобразным апогеем воплощения вот этой темы чернокожей Америки стало оформление оперы Джорджа Гершвина Порги и Бес в 35-м году впервые в истории американского театра ну не только американского получается мирового театра полностью посвященная опере посвященной негритянской жизни и к тому же все исполнители здесь были чернокожие вот следующий слайд для сбора визуальных материалов художник отправляется в частном Южной Каролине где абсолютное большинство жителей как раз он провел там три недели по свидетельству современников толпы гаража сопровождали непривычную для этих мест фигуру русского художника во время его рисовальных сеансов на улицах и на основе всех этих собранных натурных материалов затем создается и стилизуется и обобщается как бы театральные образы и театральные формы можно следующий слайд пожалуйста да вот любопытный отзыв о спектакле оставил Илья Ильф который в ходе путешествия по США ему добилось увидеть этот спектакль в Днёрском театре Алвин и вот что он писал спектакль чудный там столько негритянского мистицизма страхов доброты и доверчивости что я испытал большую радость ставил ее армянин Мамульян музыку писал еврей Гиршфель Джордж Киршин декорации дела Судейкина а играли негры в общем торжество американского искусства и вот это подмеченное Ильфом межнациональное сотворчество вот оно очень характерно было Судейкину тем более в бытности в американском плавильном татле следующий слайд пожалуйста и так же как Гершфель притворял музыки форги без мелодика гармонические ритмические особенности негритянского фольклора Судейкин передавал некоторые цветовые аналоги музыки в особенности негритянских перечелс вот показательная мистическая сцена атомистическая атмосфера композиции сцены Багана здесь на экране которая является одновременно эскизом декорации низанцены и самостоятельно станковым произведением я заканчиваю огромная работа была следующий слайд можно пожалуйста и еще следующий слайд огромная работа была связана с Судейкина в 30-е годы с новыми кинотеатральными организациями Нью-Йорка театром Рокси и Радио Сити и Мюзик Холл эти грандиозные как их назвали современники храмы кино обедняли в едином пространстве кино, музыку балет кабаре в Радио Сити Холле где с 32-го года продюсером был соотечественник художника Леон Леонидов устраивались масштабные экстравагантные постановки с участием оркестров хоров артистов балета и конечно исполнительник Канкана и Судейкин здесь был также арт-директором вплоть до 1939 года можно следующий слайд пожалуйста коротких визуально ярких динамичных спектаклях Радио Сити и Рокси для которых художник выполнил множество эскизов Мария Бурлек пишет в своем журнале домашнем что только за один за несколько месяцев Судейкин получил 10 как она пишет постановок для Рокси и вот в этой работе актуализировался опыт работы в летучей мыши театральные эскизы получили развитие самостоятельных станковых композициях и практически не связанные с конкретными спектаклями вообще Судейкин всегда считал себя живописцем театре Репертуар театров Рокси и Радио Сити Холл давал простор фантазии в эскизах королю свинга здесь на экране Гершвина с характерной динамичностью бессюжетной композиции и импровизации возникают черты сатирического гротеска и ритма джаза следующий слайд в оформлении вальпургиевой ночи одноименного балета построенного на материале финального действия оперы Гуно Фауст доминировали фантастические гротесные мрачные образы следующий слайд светлые мотивы рождались в ходе подготовки ежегодных рождественских представлений превратившиеся в 1932 году в праздничные гала концерты в которых использовались музыкальные композиции разных времен и народов тут еще кончик видит на экране Чайковского тут рождественские колокола по мотивам Диккенса следующий слайд пожалуйста все да и оставаясь можно в заключении сказать что оставаясь русским человеком боготворившим иконопись и поэзию Пушкина судейкин в последние годы жизни считал что национальность пережиток и предвидел мировые штаты где национальность уже не имеет доминирующего значения его укорененность русской культуре не мешала ему понимать и принимать особенности любого национального искусства эти качества проявились его сценографии на американской сцене где он всегда исходил своих личных цветовых ощущений нитей пейзажа восприятия пространства и деталей повседневной жизни американцев полученных в ходе натурного восприятия исправедливо пишет исследовательница современной Валерия Свою основательную российскую подготовку он применил к американским обстоятельствам и помог американцам выражать свою собственную самобытную культуру у меня у меня да 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 отлично сейчас я запускаю презентацию видно ли презентацию загружается пока что она да не загрузилась до конца да вот теперь видно хорошо и скажите пожалуйста ли слайды сейчас переключусь пока не переключается да сейчас переключилась да я уже вижу что переключится и так здравствуйте в следующий раз и мое сегодняшнее выступление посвящено рассмотрению кругов французских источников Чукотска Эскимосского кастеризного искусства первой третьи двадцатого века отмечу сразу что в отечественной историографии существует ряд трудов авторитетных исследователей которые затрагивают те или иные спектры Чукотска Эскимосского искусства резной кости основные труды представлены на слайде и преимущественная работа сотрудников бывшего нехудожительной промышленности которые ездили на Чукотку в 1950-х и до 80-х годов вместе с тем довоенный этап развития Чукотска Эскимосского кастеризного искусства то есть период его становления и активного развития практически не изучен а потом представляет большой исследовательский интерес обращение к архивным материалам также дает возможность поразмышлять еще раз о значении и значимости художественного руководителя в работе в кастеризных мастерских а также характере для действия художественного руководителя и кастеризов осмыслить источники тем и сюжетов кастеризного искусства Чукчи и Эскимоса прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению французских влияний на Чукотке необходимо кратко очертить историко-культурный контекст справедливости ради я отмечу что попытки возобновить кастеризный промысел на Чукотке предпринимались до приезда первого худрука Александра Леонидовича Горбункова в 1928 году на Чукотскую культбазу отправился инструктор по столярно-резному делу Василий Никитович Морозов кроме того туда было доставлено необходимое для промысла оборудование а для нужд кастерей было оборудовано отдельное помещение после него в 1932 году поселок Дежнев приезжает в Медиктов это еще один камчатский инструктор никаких сверхзадач перед ним также не ставилось и его дело заключалось в том чтобы максимально использовать морожевый клык а также механизировать недостовую пуговичное производство ну и видимо каких-то очень утилитарных вещей которые не имели особой художественной ценности в целом к 1933 году на базе крупных колхозов Чукотки были организованы пять кастерезных мастерских это промысловый центр ойленя сверху вниз причисляют там где красные точки науканье Дежневе Чаплина и Сирениках но все же значительно наладить кастерезный промысел предшественников Горгенкова не удалось во-первых как следует из официальных документов в районе чукотской культбазы просто не было резче как по кости во-вторых одной из причин удач было то что цитирую само население возражало против мастерской этого уклона и здесь гораздо более необходима была мастерская по дереву и металлу позвольте себе предположить что были иные весомые причины и прежде всего это языковой барьер нужно помнить что к 1933 году в бездне было охвачено всего лишь 250 детей и взрослых соответственно известняться на русском языке с чукотскими кастерезами было весьма проблематично более того наиболее правдоподобной причиной неудач инструкторов возможно было само нежелание чукотских мастеров зверобоев работать с чужими инструкторами которые напрямую ассоциировались советской властью нужно понимать что в 30-е годы на Чукотке как и в других регионах Советского Союза активно проводилось расплачивание коллективизация что в принципе не способствовало желанию чукчей эскимоса какого-либо рода взаимодействия с русскими мастерами прежде чем приступить к работе в мастерских горбунков выделил круг эталонов на который следовало опираться при создании нового ассортимента пастерезных изделий круг иконографических источников которые привлекал горбунков был весьма разнообразен примера таких источников приведены на слайде это и токтемельские петроблики рисунки на расписанных кожах мандарок ритуальные предметы предметы бытовой утвореч чукчейский мосок которые повсеместно встречались на Чукотке в начале 20 века понятно что обращение французов французов о чем подет речь далее расследуется в двух различных плоскостях это в плане методов которые привлекались горбунковым при работе с мастерами костерезами и с точки зрения иконографии и сюжета предлагаю начать с методов которые были разработаны горбунковым для работы с чукотской и скомольскими мастерами итак метод картинного письма был подсказан художественному руководителю гравюрами устава Дорре Дон Кихоту Сервантеса в их записях Александр горбунков не указывает какое именно издание Дон Кихота оказалось в его руках однако единственное издание романа на русском языке до командировки Александра Ленинговича на Чукотку это издание 1895 года в котором содержалось 36 иллюстраций горбункова привлекало умение Дорре иллюстрировая так что текст становился второстепенным а изображение приобретало самостоятельную ценность именно эту способность Гюстава Дорре в ложественном руководителе называл методом картинного письма который он активно внедрял в работу со своими учениками положительную роль здесь сыграла любовь горбункова к искусству слова большое внимание под рук уделял фольклору народу крайнего севера и нередко чуркотские скимонские скатки собранные и изданные Тан Багаразом в 1900 году изучали в кастерезных мастерских а их сюжеты воплощались в гравировках и на изделиях изморожевого пыка Горбунков в принципе считал одной из своих очередных задач при работе с народными мастерами развития и побуждения фантазии кастерезов и всячески поощрял их желание рассказывать потом под руководством Горбункова мастера не просто тренировались рисовать отдельные сцены из текстов но и записывали целые сказки картинным письмом этот принцип работы что немаловажно не исключал коллективного творчества а наоборот побуждал резчиков к обсуждению историй и способствовал уточнению деталей иллюстрации а так представляя на слайде например Нан Крисхата это один из первых картинных пересказов который был выполнен под руководством Горбункова в октябре-ноябре 1933 года на основе сказки записанной Багаразом работа проводилась художественным руководителем Сыву Квалам в поселке Дежнёк картинный пересказ представлял собой серию из 18 линейных рисунков карандашом на бумаге без предварительных слепков из пластилина и лебедины безусловно сюжет был традиционно чукотский однако техника и метода работы новая для мастеров Александр Леонидович застрял внимание на том что текст он с мастерами сознательно не записывал и к рисункам не делалось никаких комментариев конечная цель заключалась в том чтобы историю можно было суметь прочесть непосредственно по рисункам 9 рисунков по сказке Энн Кисьхата была показана на выставке народного творчества в Третьяковской галерее в 1937 году а также входили в коллекцию интеграл-центра 1920-30 годов к сожалению оценить удовольствие художественного руководителя в полной мере воплотить задуманное на данный момент не представляется возможным так как из 18 рисунков публикованы всего лишь четыре а музей где хранится коллекция интеграл-центра пока не готова принять исследователей достоверно также известно что в начале мая 1937 года Гребенков приехал на спецкурсию в Москву и Владивосток где на протяжении лет готовился к предстоящей командировке кроме того он посещал и Ленинград а в Москве будущий художный руководитель представил доклад по развитию костерезного промысла Чукотки к коллегам из НИХП и записи Гребенкова следует что во время этого личных командировки он посещал и крупный музей Александр Леонидович не причисляет конкретный музей исходя из того что он одновременно упоминает и Поля Бельена можно предположить что очень сильных впечатлений на него произвела коллекция Щукина которая была национализирована задолго до его приезда и преобразована в музей нового западного искусства вместе с тем обращая внимание что это лишь предположение так как личная биография Гребенкова в значительной степени еще неизвестна и соответственно он мог и ранее бывать в Москве иметь удовольствие наблюдать работу французских художников конца 19 века из записей художника следует что силуэтность декоративность плоскостность и стремление к упрощению на полотнах Матисса Дагиана Руссо-Апликация и собраничен стали для Гребенкова общим знаменателем с рисунками взрослых и детей бывавших в чукотских мастерских это вдохновило художественного руководителя к разработке так называемого метода аппликаций в личных записях художественного руководителя имеется весьма интересный набросок из который достаточно подробно описывать суть метода аппликации он представлен слева дети лепили из пластилина определенное животное далее из получившуюся фигурки художественный руководитель закреплял на плоскости устанавливал перед ней полупрозрачный экран после этого перед экраном устанавливалось освещение так чтобы на экране четливо просматривалась тень такое приспособление получше тиран называлось силуэтоскоп а дети под руководством художественного руководителя копировали силуэт тени на бумагу аппликации вывезли последним этапом работы метода аппликации в случае работы над многофигурной сценой был монтаж наиболее удачной композиции из получившихся аппликаций так например представляем на слайде замечательные броши изготовленные под руководством Горбункова в 30-35 годах на черном фоне броши из музея Востока все остальные это государственные музеи Арктики и Антарктики в которых Костереза как видно активно применяли методы аппликации а также если мы взглянем на этот метод несколько шире то его применяли и мастерицы которые работали с кожей и мехом так разрабатывались аппликационные нашивки панно и коврики но этот же метод использовался при разработке некоторых порталов на выставке Костяковской галереи в 30-м году если в случае с картинным письмом о сказке и источниках вдохновения костерезных мастерских Горбункова сложили тексты чукотских сказок то в данном случае представленные слави делать несколько иначе в 1898 году в узлок рэп выполнил 22 иллюстрации и 6 концовок с изображением различных животных естественным историем Жюля Ренара главными героями там были животные примечательно что отрывки едва ли не каждый день бывал в зоопарке где наблюдал за зверями и подбирал модели для своих иллюстраций сущной связи творчества французского художника с чукотской эскимоской наскульством становится очевидное записание случая которое имело место осенью 1933 года в поселке Дежнев тогда в поселок забежал молодой песец который выпустил ословить свора поселковых собак окружение на льду продолжалось около 10 минут пока собаки не схватили из река эта сценка восхитила как художника так и буква молодого мастера который присутствовал в этот момент вместе с ним и уже тогда зная о склонности чукче эскимософ-кадритизм понимая их точную связь со средой Дорогунков решил позаимствовать творческий метод клуба при работе с мастерами чукотки художественный руководитель вернулся к обсуждению травли песца в лагуне позже в мастерской и предложил буквелу сделать карандашом наброски спасающегося от собак наверняка так появилась новая тема песец среди травяющих его собак а впоследствии буквел графически перефразировал эту композицию превратил собак в лисичек вариация этого мотива легла в основу художественного оформления одного из порталов выставки народного творчества в залах ВТГ в 1937 году и представлена на слайде также буквел был медицинским мастером с которым Горгунков практиковал метод наблюдения более явные ссылки к творчеству Андрея Тулзо Трека прочитываются произведениях Рашибина еще одного бежневского мастера которые также были выполнены под руководством Горгункова речь идет о сфере работ естественной истории ну отмечу что на выставке народного творчества в Детиковской галерее рисунки Рашибина были показаны уже под другими названиями например рассказы случаи на охоте с вере тундры медведя Росомаха очевидно что художественный руководитель даже не стал менять название прямо позаимствовал имя рассказа Джулина конечно же герои бранжузского писателя из киузского Кастарена несколько разнятся так у одного мы читаем крабов петухов павлинов баранов паучков по другому фауну а у второго это медведи росомаки совы песцы и урашки ну в принципе представители типичные раннего севера что для него было вполне естественно вместе с тем суть оставалась все та же Горгунков стремился к тому что Борошевин как Иринар рассказал языком художественных образов о жизни хорошо знакомых мину самого раннего детства животных и изобразил их такими и такими они есть на самом деле на слайде представлены конкретно эскизы и уже гравированные работы как пороскизы и готовые работы пастореза безусловно ставить точку в этом исследовании еще слишком рано так что главный вопрос который требует дальнейшего изучения это механизм влияния творчества перечисленных французских художников на чукотских народных мастеров открытым остается следующий вопрос попазывал ли Александр Леонидович чукотским мастерам конкретной работы зарубежных художников так как в его дневниках имеются фотографии других художников негатива либо же в процессе работы Горгун Леонидович лично принимал участие в построении композиции и таким образом проецировал свои впечатления от виденных работ на изделия чукотско-эски моски пастореза на этом у меня все надеюсь я не привисила регламент благодарю вас за внимание благодарим вас за то что вы идеально уложились в 15 минут и соблюли регламент прям вот точь-в-точь итак коллеги мы завершили первую нашу серию состоящую из пяти докладов если у вас есть какие-либо вопросы либо комментарии по поводу того что сейчас было услышано пожалуйста вы можете задать их докладчикам на самом деле у меня вот если может я начну у меня есть целый ряд вопросов я бы хотела задать первый вопрос Оксане Юрьевне Оксана Юрьевна мы с нами вот я хотела уточнить вот я не специалист по истории ОСТ и по этому материалу но мне просто очень интересно вот вы показывали некоторые работы работы Пименова инвалида она обнаруживает такую очевидную параллель с новой вещественностью насколько я знаю об этом в общем-то говорят но в целом вот насколько та тема которую вы нам представили изучается с каких-то западных позиций то есть вот этот материал знают изучают и проводят ли какие-то параллели в западном искусстве тоже между такими вот фотографическим опытом и живописью 20-30-х годов Микрофон Оксана Юрьевна включите микрофон пожалуйста извините да честно сказать мне кажется что таких ну вот таких исследований на эту тему непосредственно мне не попадалось вот хотя вроде бы это напрашивается и кажется что это лежит на поверхности и уже должно было быть все исследовано но так же как вот когда я занималась вопросом связи ОСТ с искусством кино я обнаружила что это тоже совершенно не изучено ни на нашем материале ни на западном вот поэтому вот была мне кажется вот была выставка единственное что может быть как-то какие-то подходы к этой теме были обнаружены вот в ходе подготовки выставки недавно которая прошла сейчас забыла в каком городе в Германии вот и был большой каталог посвященный новой вещественности вот но там все-таки было больше связи с экономическими вопросами чем вот непосредственно меж какие-то связи между разными видами искусства спасибо у меня еще был вопрос к Тамаре Александровне Тамара Александровна вы с нами? да-да-да есть я здесь да-да вот я опять же совершенно не историк театр да но меня заинтересовала такая деталь которую вы упомянули что вот в американских театрах не было некого такого предваряющего занавеса как вы сказали да это вот как бы отличало американский театр от европейского и мне стало интересно может быть можно как-то очень кратко да ответить на вопрос насколько вообще различалась вот американская театральная традиция да в которую как бы попадает судейкин с которым пришлось как-то работать и европейская или русская вот насколько эти различия были значимыми да наверное сложно уложиться в очень какой-то короткий период времени но судя по я на самом деле не так хорошо знаю конечно американский театр только в связи с присутствием там русских художников но судя по тому насколько судейкин оказался востребован в 20-е годы в митрополитной опере конкретно а это был хоть и умеренный театр но все-таки один из лучших да он он не был таким инновационным театром вот и ну насколько я понимаю по имеющейся литературе представляю что американская сценография она потом развивалась тоже очень интересно интенсивно и в связи со связями американских художников с Парижем кстати русские художники мигранты и тот же судейкин и тот же помянутый Джон Грэм они изначально в 20-е годы в начале воспринимались как некие такие посредники между европейским модернизмом и американским более традиционным искусством подробности деталей не могу вам сказать наверное надо этим просто заняться во всяком случае это оказалось в новинку об этом писали все там СМИ средства об этом писали современные исследователи а судейкин как бы в ряду других художников он все равно он упоминается вписан не только кстати говоря летучей мышью но и как раз вот этими большими этими постановками Метрополитен оперы 30-х 20-х годов а вот про 30-е годы как раз менее всего материал такой очень-очень разбросанный да ну выявляются целые области дальнейшего интересного поиска вот а у меня пользуясь случаем еще был вопрос к Ольге Михайловне Шульгиной вот я вообще хотела сказать что доклад был на мой взгляд невероятно интересный это материал о котором мне кажется достаточно мало известно вот он очень интересен действительно у меня возникло два таких небольших вопроса вот вы рассказали что этот Горбунков да он выделил такие вот древние источники чукотского искусства вы прям показали эти картинки и на мой взгляд ну на первый взгляд выглядит как такая достаточно колониальная история да то есть приезжает некий исследователь с материка как говорится да сам выделяет в искусстве местных народов некие образцы которым нужно следовать да вот это весь этот сюжет изучается как-то с каких-то постклониальных позиций или какие подходы вы используете в целом используются сейчас благодарю вас за вопрос не то чтобы он приехал и сразу выделил просто так а до того как приехать на чукотку он два года обучался на Дальнем Востоке и все-таки обращался к источникам изучал и этнографические материалы и те скажем так произведения современные и посредственные искусства которые бытовали но вместе с тем понятно что он советовался и с коллегами из научно-исследовательского института художественной промышленности которые вместе с ним скажем так разрабатывали и ассортимент и те материалы на которые можно было бы опираться поэтому это было естественно не его какое-то единличное решение то что он приехал и вот выделил а все-таки работа ну вместе с коллегами я бы сказала так потому что был ведь опыт и до Александра Леонидовича работы с народными мастерами из кастерезного искусства на Домирском Агорской Резной Костю поэтому в принципе были эти исследователи с которыми он мог конкретно посоветоваться исследователи тоже они относятся это местные чукотские именно исследователи или это исследователи условно говоря европейского московского коллеги да 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 европейская территория понятно еще такой вопрос у меня вот вы провели много интересных очень параллелей с творчеством Латрека да и других мастеров вот эти параллели они отмечаются в литературе или это вы сами как бы их выделяете это все скажем так материалы которые я использовала точнее использование материала я посмотрела посмотрела прочитала в архивах то есть это то что конкретно пишет сам художественный учебник он их упоминает естественно это все не в таком развёрнутом виде потому что его архив представляет собой некие он это называет дневники на самом деле я бы это сказала некие заметки и наброски будущей монографии которую он планировал издать но которая так и не была написана и все это знаете больше похоже на некий черновик то есть это все нужно искать нужно споставлять нужно изучать но вот такие вот находки открылись в процессе изучения его архива да спасибо большое на самом деле я подозрела очень интересный действительно материал очень интересная история и здорово что архивная работа позволяет как-то раскрыть это более подробно вот я еще раз хотел бы спросить есть ли у уважаемых участников сейчас вопросы или комментарии к тем первым докладам которые сейчас были прочитаны если нет то мне кажется мы можем перейти к нашей второй такой вот второму блоку нашего сегодняшнего заседания архитектуры 20 века я хотела бы пригласить сейчас для выступления Бабичеву Марию Александровну Мария Александровна Московский государственный университет имени Ломоносова искусство и архитектура советского авангарда в критическом наследии Веничио Паладини Бабичева Мария сейчас я поделюсь быстренько экраном да напоминаю регламент убедительная просьба пожалуйста старайтесь не превышать вот эти 15 минут да будем будем стараться да как уже было названо тема моего доклада это искусство и архитектура советского авангарда в критическом наследии имени Чапаладини для начала стоит сказать что культурные контакты СССР и стран Запада в межвоенный период продолжительное время являются предметом изучения как отечественных так и зарубежных исследователей в частности интерес собой представляет тему образа Советского Союза в 20-30-е годы в Италии несмотря на политическое противостояние культурно-дипломатические контакты не были редким явлением итальянские путешественники в том числе профессионалы искусства и архитектуры посещали СССР а материалы о советском искусстве публиковались в изданиях как авангардного так и официального характера на страницах пресса публиковались путевые заметки известные как распространение информации социалистическими и коммунистическими партиями так и тексты оппозиционно-настроенных авторов интерес к СССР был всеобъемлем лишь внимание авторов уделялось советской политике и экономике повседневной жизни культуре и искусству среди зарубежных исследователей большое внимание представление СССР в итальянской печати посвятил характер материалов о Советском Союзе в свою очередь Лучан Удзани занимался изучением путевых заметок о путешествиях в СССР важное исследование было проведено Розари Квартараро автором большого исследования о международных отношениях между Советским Союзом и фашистской Италией среди отечественных исследований выделяется работа Анны Вяземцевой архитектуры и градостроительства СССР в зарубежной печати 20-30-х годов на фоне так переключаться она не хочет а вот все на фоне большого количества итальянских авторов об искусстве и архитектуре СССР выделяется фигура художника-архитектора критика и исследователя Венича Паладини его роль в распространении и знания о художественной сфере Советского Союза на настоящий момент остается малооцененной как в отечественном так и в зарубежном исследовательском поле настоящий доклад имеет свою цель и дать обзор критического наследия Венича Паладини об искусстве и архитектуре советского авангарда а также показать его значимость как первого, главного и наиболее многостороннего исследователя и распространителя идей искусства СССР в Италии межвоенного периода. Интерес виничу Паладини к СССР обусловлен рядом причин. Одна из них, важная, но не единственная, это его русское происхождение. Джованни Листа в монографии о критике освещает факт его рождения в Москве в 1902 году в семье итальянского подданного Уго и его русской супруги Паулины Амосовой. Некоторые исследователи связывают внимательный интерес Паладини к России с его русскими корнями. В процессе изучения разных направлений деятельности Паладини, не лишенных влияния политических убеждений, становится ясно, что в основании этих отношений лежит больше, чем факт рождения в Москве. Будучи приверженцем идеи Антонио Громши о потенциале футуризма как пролетарского искусства, Паладини отстаивает ее с постоянной оглядкой на СССР. Так его современники и будущие исследователи будут называть Паладини коммунистом-футуристом, левым футуристом и так далее. Паладини изначально поддерживает движение Маринетти и разрабатывает теоретические основы механистического искусства, экспериментируя с живописью, фотомонтажом и театром. Его внимание было направлено не на усваление машины, как было свойственно футуризму Маринетти, а на ее принадлежность пролетариату, ее роль как символа современности, верховенства работника над средствами индустрии. Однако, будучи сторонником коммунизма и в особенности его советского варианта, Паладини критикует футуризм Маринетти за его националистический характер. Отстаивая идею большевистской революции, Паладини видел ее достижение в том, что она сумела освободить и оценить национальное народное наследие в его объединении собственных и международных ценностей. Винничо Паладини входит в круг итальянцев, совершивших ряд путешествий в СССР. Доподлинно известно о двух таких поездках. Несмотря на отсутствие информации о запросе или выдаче въездных виз в архивах Министерств международных дел России и Италии, существуют иные исторические свидетельства об этих поездках. Доказательство визита Винничо Паладини в Россию в конце 1927 и начале 1928 годов был обнаружен американской исследовательницей Кристиной Брункард. В соответствии со спецификой исследований, автор подробно изучил публикации, подписанные Паладини и посвященные как особенностям советского кинематографа, так и возможностям развития инструментария и образности индустрии кино в Италии межвоенного периода. В ноябре 1927 года в журнале «Чинематографа» выходит первая статья Паладини, в которой он рассказывает о своем посещении киностудии «Совкино». Из этого факта можно сделать вывод, что в Москве он находился с октября 1927 года. Уже в апреле 1928 года в другом специализированном издании выходит статья под названием «Письма из России. Кинематограф. Театр и пропаганда в Советской России». Публикованные в ней тексты представляют собой заметки из дневника путешествий, подписанные Паладини в соответствии с датом и местом, в котором он находился. Вновь благодаря активной деятельности Паладини в профессиональной прессе мы имеем подтверждение его второй поездки в Москву. Осенью 1934 года в журнале «Литевер» выходит три статьи «Путешествие в Россию. Москва 1934. Развлечение в Москве». Искусство и архитектура советского авангарда в статьях «Винича Паладини» представлено более чем обширно. В настоящем докладе предлагается рассмотреть критическое наследие автора в соответствии с видами искусства, выделив таким образом три основных направления. Значительную часть интереса в «Винича Паладини» занимает кинематограф и искусство фотомонтажа. Как говорилось ранее, первая поездка критика в СССР в 1927-1928 годах находится в документальное подтверждение в заметках о посещении советских киностудий. С этим путешествием связан ряд последующих многочисленных статей кинематографии, опубликованных в 1928 году. Скорее всего, именно в это время Паладини знакомятся с советским режиссером Диего Вертовым. Прямое отношение к последнему имеет сведения о деятельности Паладини во время своего второго визита. В Российском государственном архиве литературы и искусств находятся два письма, адресованные деятелю кино и отправленные Паладини из Рима. Их содержание повторяется. Итальянские исследователи, судя по тексту писем, готовят к выходу публикации, посвященные художественному методу Вертова, для которого просят выслать необходимые материалы. К одному из писем приложена статья на итальянском языке, в которой Паладини знакомит иностранного читателя с советским агитационным кино на примере картины Вертова «Три песни о Ленине». Вероятно, статья должна была быть опубликована в журнале «Чиним и иллюстрационы». Дата выхода фильма в мировой прокат дает основания полагать, что Веничо Паладини видел фильм на территории СССР, тогда как уже в октябре 1934 года в журнале «Квадривио» им была опубликована одноименная фильм и статья. К сожалению, информацию о том, получил ли итальянский исследователь какой-либо ответ от советского кинорежиссера, обнаружить не удалось. Возможно, что ответные письма Дигги Вертова за пределы СССР так и не попали. Материалы из архива были впервые полностью расшифрованы и переведены на русский язык в рамках проводимого исследования. Как в кинематографе, так и в искусстве советского фотомонтажа Паладини выделяет главную особенность – документальный реализм. В статье 1929 года «Фотомонтаж» из журнала «Леталия литерария» он называет СССР «почвой, исключительно пригодной для развития фотомонтажа» средства, которые нужды пропаганды находят наиболее подходящим. Приемы конструктивизма в искусстве советского плаката в сочетании с агитационной силой реальных фотографий найдут отображение в его экспериментах, которые он будет не раз публиковать на страницах журнала в качестве сопровождения своих статей. Изучение Паладини кинематографа и фотомонтажа имело свой вес в итальянских кругах. В 1932 году архитектор Джозеппе Терани занимается оформлением зала О на выставке к десятилетию фашистской революции. Несомненно, архитектор был знаком с текстами Паладини. С последним их связывал участие в первой и второй итальянской выставках рациональной архитектуры, а также принадлежность к итальянскому движению за рациональную архитектуру. Так, при оформлении зала Терани обращается к документальному реализму и агитационной силе фотомонтажа. Под потолком на левой стене зала он создает композицию, состоящую из моря рук, скинутых в приветствии. Расположенные ниже трехмерные турбины представлены фотографиями толпы, а сама композиция носила название. Мысль действия Массолини как турбина притягивает итальянский народ и делает его фашистским. Аналогичный мотив с руками встречается также и в работе «Выполним план великих работ 1930 года» в агитационном плакате художника-конструктивиста Густава Клутиса. Отправной точкой в деятельности Виннича Паладини как большого знатока и исследователя советского живописного архитектурного авангарда становится официальное признание в 1924 году итальянским правительством СССР и приглашение Советского Союза к участию в 14-й Венецианской биеннале. Это событие имеет особый вес как в политических отношениях между двумя революционными государствами, так и в постепенном проникновении действия в мирном русского искусства за границу. Год спустя, в 1925 году, в издательстве «Ла Беланча» выходит небольшая публикация под названием «Искусство в Советской России. Павильон СССР Венеции», написанное Винниче Паладини. Первое и крайне редкое явление отдельной печатной публикации с подробным анализом и критическим взглядом, посвященный исключительно одному павильону и к тому же не со стороны официальной печати выставки. Эта брошюра стала своего рода знаками того, как громко заявила о себе русское искусство после лет отсутствия на международной сцене. Итальянский критик характеризует экспозицию павильона как «беспечную эклектичную». Согласно Паладини, работы, представленные Венецией и Советским Союзом, явно представляют то состояние духа, ту радость, ту силу, то непосредственное счастье, которое вибрирует и пульсирует в венах Новой России. Критик восхищается новаторским характером экспонируемого искусства. Это любовь к жизни, страсть к формам, к цветам, к линиям, которые дико, сильно, играючи разливаются из каждой картины. Противопоставляя советское искусство западным примерам, Паладин называет метафизическую живопись и даже символизм и другие представленные направления в искусственных и пораженных идеях. В попытках уловить актуальность политической роли абстрактного искусства, Паладине показывает свою осудомленность о наиболее современных художественных течениях в России, отмечая определенное нейтральное отношение государства в отношении левого искусства, которое с самого начала революции было установлено этим самым государством. В конце текста Паладине вновь декларирует свое горящее желание полного и живого объединения между левой политикой и левым искусством, видя его как возможность обучить пролетариат, приучая его к новым формам искусства, которые могли бы сделать вклад в образование нового поколения свободных людей, свободных от старых пут фальшивого буржуазного образования. Согласно Паладине, еще не было ни одной нации, которая представила бы себя со стороны более революционной, чем то, как это сделала СССР в Венеции. После Венецианской бейеналии 1924 года Паладине опубликует еще не один обзор на проходящие выставки. Среди них – Международная выставка декоративных искусств в Париже, которой посвящена статье, вышедшая в декабре 1925 года в журнале «Спирита Нуова». В ней Паладине вновь подчеркивает чрезвычайную важность нового духа СССР по отношению к статичной природе социальных организаций Запада, которые диаметрально противоположены русскому революционному движению. Он предполагает, что советская модель продвигает интеллектуальную силу, которую истучает пролетариат, не будучи обремененным воспоминанием культурной путаницы и упадническим ядом буржуазного интеллектуализма. К перечне публикации Паладине о русском искусстве стоит также отнести одну из последних его статей перед эмиграцией из Италии. В 1934 году в журнале «Циденте» выходят его заметки о 19-й Венецианской биеннале. Экспозиция советского искусства, в которую входили работы в том числе Александра Денеки и Кузьма Петрова-Воткина, вновь получает высокую оценку от Виннича Паладине, тогда как итальянское искусство обвиняется им в национализме и регрессивном характере. Эта статья является одним из первым и редким примеров обсуждения феномена живописи социалистического реализма в западной критике. Отмечая, что СССР оставил конструктивистский абстракционизм и футуристические тенденции, чтобы обратиться к документальной живописи, Паладине при этом утверждает, что это новое искусство берет свое вдохновение в русской революции. Несмотря на все оговорки, которые можно выразить в отношении современной советской живописи, все здесь представленное, очень пронзительное, драматичное, яростное, характерное и явным образом является результатом революции, которая была по-настоящему ощутима и увидена. Винничо Паладине можно также по праву назвать первым исследователем архитектуры советского конструктивизма в Италии. Первое упоминание о советском конструктивизме встречается в небольшой брошюре «Искусство авангарда и футуризм», опубликованной им в уже упомянутом издательстве «Ля Биланча» в 1923 году. В своем желании классифицировать существующее направление в мировом искусстве Паладине выделяет конструктивизм и его любовь к машине, заводу машинной эстетики, которая обнаруживается в духе самых новых и молодых народов, среди которых развивается конструктивизм. К этим народам он относит Россию, Литву, Голландию и другие. В 1929 году в одном из ведущих независимых журналов, посвященных итальянской мировой архитектуре «Рассенни де архитектура», выходит статья о Паладине «Новый дух и современная архитектура в СССР». Особенностью журнала было богато иллюстрирование выпускаемого материала, что позволило Паладине дать цельное и широкое видение современной архитектуры СССР, а также дополнить статью изображениями, которые являются дополнительным свидетельством о прямых контактах исследователей с русскими архитекторами и деятелями культуры. Большинство из иллюстраций атрибутируются выпусками журнала «Современная архитектура». Ряд фотографий построенных зданий, вероятно, был передан исследователю самими архитекторами, а редкое изображение Международного красного стадиона архитектора Коржева находит свой источник в каталоге выпускных работ учеников Хутемаса 1927 года. Особое внимание автора статьи в 1929 году привлекают как преподавателей, так и студентов архитектурного факультета Московского Хутемаса. Среди выбранных архитекторов встречаем имена Леонидова, Барши, Синявского, Гинсбурга, Коржева, Братьев Весниных и других. Татьяна Минича-Паладине начинается съемка метафоры, которая характеризует актуальный процесс обновления искусства, трансформации существующих в течение первого десятилетия XX века в почву для новых форм и идей. Говоря о необходимости смены критического языка, который отвечал бы современным процессам в искусстве, Паладине выводит термин, к которому в дальнейшем будет часто обращаться – формальный реализм. Под этими реальными формами он понимает некоторые типично современные аспекты действительности, пойманные в особые моменты, которые употребляются в океанном виде, подчинение общему замыслу конструкции, чтобы показать определенные ценности. Так Паладине фактически описывает главную особенность современной архитектуры – ее соответствие нуждам нового общества. Говоря об особенностях русского варианта современной архитектуры, Паладине пишет, «Поэтический характер русской архитектуры ощущается в сложности и в трагедии Октябрьской революции. Он более строгий, пространный, угловатый, в отличие от поэтики французов. Он имеет свой явно определенный характер, зависящий от истории русского духа в эти последние годы и особенно от того типичного отношения современной эстетики в эссе – супрематизма. Рассуждая далее о судьбе супрематизма и его краткосрочной роли в качестве рупора новой власти, Паладине отмечает его существенное образное влияние во всех сферах общества и искусства. К наследию супрематизма авторы относят в том числе и постоянное превосходство пластической идеи в архитектуре советского авангарда. В своей статье Паладине вновь проявляется как коммунист-футурист, активно разрабатывая идеи о сосуществовании и взаимодействии левой политики и левой архитектуры, когда пишет, что одной из характеристик духа политического режима СССР является идеей установить интимный контакт между большой народной массой и собранием группы, имеющей решающие административные функции, говоря о проекте Дворца труда архитектора Кожина. Главное, что Паладине видит в качестве достижений и особенностей советской архитектуры это тот самый формальный реализм, обогащение архитектуры утилитарными формами и их эстетическая ценность. СССР нам дал один из наиболее чистых примеров того, какими должны быть инструменты, отвечающие практическим и духовным нуждам человечества, даже если с некоторых особенных точек зрения созданным революцией. В этой фразе Паладине вспоминает те самые нужды, созданные революцией, которые закрывают дворец Туракожина или коммунальный дом типа А, архитектора Гинсбурга. Новая поэзия родилась в толпе, на больших олимпийских стадионах, на рингах, в офисах, на асфальтированных улицах, в рабочих залах. Она универсальна, как язык геометрии и цифры, не отказываясь таким образом от тех национальных ценностей, которые делают ее разнообразной и живой. Статья в расследнии де архитектура носит достаточно общий характер, и, как пишет сам Паладин, ее цель заключается в сопоставлении русской школы с другими европейскими и в ее помещении в широкую картину связывая особенности достижения советского ангарда с большевизмом и последствиями Октябрьской революции. В то же время итальянский исследователь видит эту архитектуру как потенциальную в своем будущем развитии и как идеальный баланс между функциональной поэзией, вызванной нужными обществу, и национальными ценностями. Во время помянутого ранее второго путешествия в Москву в 1934 году Паладин пишет статью, в которой говорит о недостаточной технической оснащенности, которая в будущем будет стоить многим советским архитекторам функционализма их позиций. Но, однако, Паладин продолжает быть убежденным в выполнении Советским Союзом своих планов. Приведенный краткий обзор избранной публикации в Ничу Паладине об искусстве и архитектуре СССР позволяет сформулировать общий характер отношений итальянского критика к советскому авангарду. Придерживая своих политических взглядов вплоть до эмиграции в Париж, а затем и в США в 1935 году, Паладин не только критикует положение искусства в Италии межвоенного периода достаточно открыто, но и делает это с опорой на главного политического соперника. Итальянский критик на протяжении десятилетий своей деятельности продолжает отдавать предпочтение искусству советского авангарда, противопоставляя его Западу. В каждом из изучаемых им видов искусства Паладин не видит источником вдохновения и в первую очередь источником формы приемов Октябрьскую революцию и стремление к взаимному существованию левого искусства и левой политики. Широкий круг интересов Паладине, не угасающих на протяжении долгого периода, а также масштаб его работ, позволяет правомерно называть его одним из ведущих исследователей искусства и архитектуры советского авангарда в Италии межвоенного периода. Настоящий доклад открывает перспективы более подробного и глубокого изучения критического наследия Венча Паладине, в частности, влияние его деятельности на современное положение итальянского искусства, архитектуры, кинематографа и фотомонтажа. У меня на этом все. Спасибо. Да, Мария, спасибо вам большое за ваши интересные сообщения. Мы переходим тогда к следующему докладу. Малич Ксения Александровна, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Печенкин Илья Евгеньевич, Российский государственный гуманитарный университет, Вяземцева Анна Геннадьевна, Научно-исследовательский институт теории, истории архитектуры и градостроительства. Архитектура через линию фронта, международный, профессиональный и культурный обмен в СССР в годы Второй мировой войны. И now we proceed to our next report by Ксения Малич, Илья Печенкин и Анна Вяземцева, entitled Architecture Across the Frontline, International, Professional and Cultural Exchange in the USSR During the World War II. Спасибо, благодарю организаторов за возможность принять участие в этой конференции. Это большая честь для меня лично и для всего нашего коллектива. Я выступаю сегодня от имени коллег, которые, к сожалению, по уважительным причинам не могут принять участие в заседании. И позволю себе опираться на текст, который совместно нами был создан. В общем, чтобы не терять времени. А сейчас я попробую вывести... Да, презентация видна моя? Да, 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 Илья Евгеньевич, все видно. Так, сейчас мы сделаем следующий рискованный шаг. Полный экран. Так. Да, все видно. Полный экран есть. Ну и теперь самое интригующее, листается ли наша презентация. Да, все листается. Великолепно. Итак, массовое разрушение городов и ущерб, нанесенный архитектурным наследием Советского Союза уже в начале Второй мировой войны, актуализировали поиск новых стратегий строительства, методов реконструкции и реставрации исторических памятников. По этих обстоятельствах возникает интерес к зарубежному опыту. Военные и первые и послевоенные годы являют собой особый период в истории советской архитектуры, как в плане развития актуальных идей, смыслов технологий и методологий, так и в плане международного обмена. Архитектура в контексте Второй мировой войны не раз вызывала интерес исследователей, однако тема до сих пор обладает огромной исследовательской перспективой. Я позволю себе не упоминать и, конечно, Жанну и Кухаэна, который написал целую, ну там выставка прошла, и каталог, и, в общем, другие издания, которые в СССР выходили. Мы это пока опустим, но поставим для печатной версии. Для советских архитекторов максимальный интерес представлял опыт Великобритании и США как союзников СССР у антигитлеровской коалиции. Этот опыт активно освещался в советской профессиональной прессе. С 1942 года орган Союза советских архитекторов архитектуры СССР перестал выходить в формате ежемесячного журнала, превратившись в сборник, издававшийся с меньшей периодичностью. Один-четыре выпуска в год вместо раз в месяц. Практически в каждом выпуске публиковались материалы, посвященные постановке архитектурного и строительного дела у союзников. Так, в первом выпуске в 1942 году была помещена статья Гроссмана «Строительство военного времени в Соединенных Штатах Америки и Англии», посвященная практике индустриального производства сборно-разборных домов в США и восстановлению британского повентрия, разрушенного нацистской авиацией, как известно, в мире садкового года. Вот на заглавном слайде собственно начальная страница этой публикации. Автор статьи, отмечая успешность заокеанских строителей, прежде всего, в решении экономических и организационных задач, не упускает возможности подчеркнуть, цитирую, «неприязнь среднего американца к модернистским коробкам». Конец цитаты. Говоря о Ковентре, Гроссман обращает внимание на то, что восстановление города проводится в режиме комплексной реконструкции, а не воссоздания утраченных. Разрушение города дало возможность для его масштабной модернизации. Такой подход будет реализован впоследствии и в СССР при восстановлении Минска, Киева, Сталинграда и других городов, пострадавших во время войны. В конце этого же выпуска была помещена небольшая заметка об англо-советских связях, в которой постулировалось, что, цитата, «советские архитекторы ценят лучшее достижение классической архитектуры Англии». Чтят имена Эниго Джонса, Кристофера Рэна, Уильма Чемберса и сновоположника движения городов-садов Эмитера Говора, конечно. Союз советских архитекторов состоит в теснейшей дружбе с Королевским институтом британских архитекторов. Стоит отметить, что, в самом деле, интенсивные британско-советские контакты военного времени имели предысторию в 20-е и 30-е годы, когда западный мир взглянул в советскую действительность именно глазами Герберта Уэллса и Бернарда Шоу в первую очередь. Последний горячо симпатизировал Сталину и его режиму, и после германской агрессии против СССР постсоветские настроения в британском обществе еще более выросли. Но с 1924 года функционировало общество культурных связей между Британским Содружеством и СССР, как раз вот SCR, который логотип представлен здесь на слайде. И это общество получало дотации от Всесоюзного общества культурных связей за границей ВОКС, но при этом пользовалось такой большой свободой выборе форм и направлений деятельности. Это была небольшая организация, существовавшая благодаря частной инициативе энтузиастов, увлекавшихся русской культурой и симпатизировавших, что важно, коммунистическому социальному эксперименту. В круг интересов общества входила и советская архитектура. Со стороны СССР к началу Второй мировой войны все контакты осуществлялись через архитектурную секцию ВОКС. Британские архитекторы регулярно, насколько это было возможно в условиях военного времени, получали журнал архитектуры СССР. В ответ в Союз отправляли брошюры и журналы из Королевского института британских архитекторов. В 1942 году в журнале Королевского общества вышла заметка, посвященная англ-британской докторе, в которой цитировал в среде выступления Виктора Веснина. Цитата. Там была такая знаменательная фраза, девиз, можно сказать, пока идет борьба, дружба с Англией крепней. Конец цитаты. Неудивительно, что в 1944 году в том же году общество запустило серию бюллетеней о советской послевоенной реконструкции еще до окончания войны. Имеется в виду реконструкция уже освобожденных городов на уже освобожденной территории. Эти брошюры были посвящены планам реставрации и восстановления городов, проектам строительства новых районов. Наличие перед зодчими СССР и Англии общих проблем способствовало заинтересованности обмену обмену. Советские архитекторы регулярно получали приглашение приехать в Англию после войны, запросы статей о новых методах строительства, стандартизации строительного производства. СССР также шли письма от британских студентов, которые писали, что хотели бы приехать работать после войны, пока мечтают найти русского друга по переписке студента-архитектора. Многие недавние эмигранты пытались найти работу в Министерстве информации в Великобритании или в каком-нибудь духовом ведомстве, используя свои знания русского языка и знакомства с культурой и природой территории, входив в состав бывшей Российской империи. Надо назвать Бертольда Любеткин, например, который составил доклад о каракумах и особенностях строительства в этом регионе для службы внутренних дел Великобритании в феврале 1942 года. Одному из знакомых он писал, что идеальной для него работой была бы служба где-то на Среднем Востоке, чтобы его архитектурные знания можно было бы соединить со знанием местности и языка, а не в офисе, а поближе к фронту. Но его попытки внести свой вклад в дело борьбы с фашизмом и к чему не привели, его друг, занимавший должность Королевских Военно-Воздушных сил, извинялся в письме за то, что у него не получается помочь Любеткину, они практически прекратили принимать лиц русского происхождения на спушку, и что русские службы поступают так же, в Советском Союзе, ограничивают доступ иностранцев к подобным должностям. Возможно, поэтому Любеткин в одной из анкет военного времени указал на свое европейское происхождение и местом рождения назвал Польшу. В 1945 году в обществе дружбы между Британией и Советским Союзом возникла архитектурно-планировочная секция, в состав которой вошли действительно неизвестные британские изучи, например, сэр Патрик Абергронди, Чарльз Райли, представители интернационального стиля Уэллс Коукс, Эрно Голфингер, Артур Линк, Эртольду Беткин уже упомянут. По этому поводу Карл Семенович Алабян пишет английским коллегам, цитата, «Грядущая победа над гитлеровской Германией ставит перед архитекторами наших стран громадные задачи послевоенного строительства. Миллионы людей должны получить жилье из руины пепла, должны быть рождены новые цветущие города в свете осуществления этих благородных задач, сотрудничество архитектурных сил Советского Союза и Европритании приобретает большое значение». Сводки о событиях на Советско-Германском фронте регулярно публиковались в бюллетене и вежеквартальном издании общества «Англо-советский журнал». В 1942-1943 годах в королевском Альберт-Холле проходили концерты в поддержке Советского Союза. В Лондоне и других городах Шлили и Акцики на показы организовывались выставки, посвященные советскому искусству. В память годовщины вторжения фашистских войск в СССР в 1942 году общество организовало передвижную выставку «Восточный фронт», оформлением которой занимался архитектор Эрна Голдпингер. Ну вот здесь мы видим фрагмент экспозиции этой выставки. В 1943-1944 годах последовали выставки «Начало восстановления Советского Союза внутренний фронт СССР города-герои Ленинград-Старинград в универмаге Харутс в галерее Уайт-Чеппелл». На пике своей деятельности в начале 40-х годов на выставке «Общество культурных связей» приходило до 70. Так экспозицию в 1944 году посмотрело даже больше 7250. И это только в галерее Уайт-Чеппелл Дальше выставка еще путешествовала по другим площадкам. Даже министр информации консерватор Брэндон Фрэкен принял участие в этих мероприятиях, открыв выставку о Восточном фронте, организованную обществом. Ну, в общем, то, что Eastern Front мы видим. В марте 1948-го в Королевском институте британских архитекторов прошла выставка «Exhibition of Architecture of U.S.S.S.A., которую в 17 дней посмотрели 4000 посетителей. Со стороны Московского отделения Союза архитекторов также было немало инициатив. Ряд Союза писал в Управление агитацией и пропагандой ЦК ВКПП, что в связи с заключением англо-советского договора и первой годовщиной начала войны Союз архитекторов проводит ряд мероприятий по укреплению культурных связей, культурной общественности в Великобритании даже отправить в Англию брошюры, посвященные шедеврам русского зодчества с подписями на английском языке. 10 февраля 1942 года Алабян пишет в ВОПС Каменеву, что Каменевой, конечно, не репрессированному деятелю большевисту, руководству, что Академия архитектуры Союза СССР, приступая к разработке вопроса постановления городов, поселенных мест архитектурных памятников, разрушенных немецкими оккупантами, просит оказать содействие в получении материалов, освещающих юрбежный опыт в области послевоенной реконструкции и облегченного строительства военного времени. Вот это облегченное строительство военного времени, это очень как раз интересно. Дальше, в частности, Алабян просит получить текст доклада министра по строительству лорда Джона Рейта о плане реконструкции от 26 февраля 1941 года и доклад Королевской комиссии по географическому размещению промышленного населения. Часто через ВОКС и Общество культурных связей запрашивались более конкретные данные об укреплении полуразрушенных каменных конструкций, памятников путем пропитки цементными растворами или даже в сортах гипса. В 1942 году в Доме архитектора прошел английский день, в рамках которого прошла же выставка фотографии английской архитектуры и был прочитан доклад. Здесь мы видим на слайде заседание архитектурной секции ВОКС, и на следующем в общем-то тоже здесь можно даже опознать известных зодчих советских, они здесь поименованы. Конечно, Николай Джамсович в поле, который с левой стороны крайний, он был всегда таким посредником еще с до военного времени, посредником между западными архитекторами и советскими коллегами. Дальше в глубине в тени Буров Андрей Константинович, Корой Семенович Лобян с папиросой, ну и Челдымов с правой стороны тоже с папиросой, это тоже видная фигура, он был директором Московского архитектурного института, хотя как архитектор, может не настолько и плодовить. Да, ну вот секция тогда же на одном из заседаний Союза архитекторов говорилось о необходимости включения в работу секции пропаганды русской архитектуры, архитектуры народов СССР. Основная задача секции должна состоять в пропаганде архитектурной культуры СССР, входящей в него стран, видимо, республик, в прошлом и настоящем путем организации выставок, постановки лекции, докладов по вопросам русской архитектуры, архитектуры народа СССР, советской архитектуры искусства, организации уступлений на радио, публикования статей в общих и специальных русских иностранных журналах, в составлении кинолент, издания открыток и так далее. Выставки предполагалось показывать в фойе театров, кинотеатров, в глубоких воинских частях, общественных учреждениях, освобождаемых городов. Письма с просьбой дать совет по организации сотрудничества между советскими и британскими архитекторами, были разосланы в 43-44 годах ведущим английским зодчим, чьи контакты были известны в Окс. Илья Евгеньевич, мы вас плохо слышим, что-то зависло. Тут какие-то неполадки с остальными. Видимо, что-то с соединением в интернете. Да, у Ильи Евгеньевича что-то произошло. Ну, подождем пару секунд. Может быть, сейчас загрузится. Вот на этом месте остановилось или раньше? Да-да-да, вот здесь, на этом слайде. Да. Ну, собственно, здесь мы видим заседание как раз в секции, архитектурной секции ВОКСа, где представлены мы не все, но многие ведущие архитекторы 40-х годов. И надо сказать, что вот тот английский блок, который сейчас был наизвучен, его необходимо, конечно, уравновесить и неким замечанием в отношении заокеанских союзников. так, видим, новый слайд. Да-да-да, все видно. Да, ну, вот просто я замолкаю, когда вы говорите, что меня не слышно и пытаюсь понять, в чем дело. интерес к американскому опыту со стороны советских архитекторов носил несколько иной характер. Города США не пострадали от налетов наземных боевых действий в отношении культурных традиций заокеанских союзников. СССР были настроены скорее скептически. Америка в ходе войны еще более зарекомендовала себя как страна деловых людей. Ее достижения в архитектуре связывались, прежде всего, со сферой технологии. Об этом свидетельствуют публикации в той же архитектуре СССР, посвященные потребность быстрого развертывания селительных зон вблизи оборонных предприятий. Так что опыт сборного малоэтажного строительства, планировки жилых поселков и даже совершенно экзотическая для СССР практика использования в качестве временного жилья автомобильных прицепов трейлеров получал отражение на страницах советской архитектурной периодики. Так, можно в следующий и последний. Слайд сменился, да? Слышно меня вообще? Да-да, все в порядке. В 1944-1945 годах Академия архитектуры СССР издала эти материалы в виде серии брошюр под общим названием «Опыт жилых строительства США». О том, что американские специалисты также были заинтересованы в достижении советского архитектурного опыта, свидетельствует вышедшая вскоре после войны монография Артура Войса «Russian Architecture and Nationalism Modernity». И это 1948 год. Американцев, впрочем, русская архитектура интересовала скорее в культурологическом ракурсе как документ далекой и парадоксальной цивилизации. После успеха в Англии выставки фотографий русских городов в 1944-1945 годах шли долгие К сожалению, опять проблемы со связью, видимо. В общем, мне остается резюмировать, что, конечно, это был период расцвета отношений не только союзнических, но и культурных контактов между Советским Союзом, Британией и Соединенными Штатами Америки. Сразу практически после Второй мировой войны наступило холодное, отношения становятся более натянутые, новое потепление и то относительное наступит только после 1953 года. А резюмируя ту информацию, которая была представлена в докладе, конечно, нужно сказать, что очень много было за всем за этим такого идеологического момента. То есть интерес к технологиям, интерес к материалам, интерес к тем наработкам, которые были, скажем, у американцев и у англичан со стороны России, он, конечно, со стороны Советского Союза, он, конечно, не мог получить какого-то адекватного ответа обратного, потому что англичане и американцы их, они скорее потребляли вот эту мифологию советского времени, мифологию страны победившего, побежище социальной справедливости и прочее, прочее, что, в общем, к архитектуре не сильно относилось и к практической такой вот плоскости именно архитектуры и строительства имело отношение скорее ассоциативное. То есть это был в большей степени односторонний односторонний контакт, что мы и постарались продемонстрировать в этом выступлении, в этом докладе, который я как мог представить. Благодарю за внимание, прошу прощения за технические несуразности, видимо, это интернет-связь, она неустойчива. К сожалению. Да, Илья Евгеньевич, благодарим вас за очень интересный доклад. К сожалению, да, технические неполадки, они получается несколько помешали тому, чтобы как-то уложиться в регламент и послушать это все как-то чуть получше. Ну, ладно. Тем не менее, мы уловили вашу идею, так что все прекрасно. Спасибо вам огромное. Тогда мы переходим к следующему нашему докладчику Вадим Баз из Европейского университета в Санкт-Петербурге «История советской архитектуры. Взгляд из Ленинграда рубежа 40-х 50-х годов к вопросу о разнообразии историографических перспектив». Вадим Григорьевич. Видно ли презентацию или листается ли она? Да, презентацию видно, все листается. Большое спасибо, коллеги, большое спасибо за возможность выступить у вас столь почтенной компанией. и это будет не очень большое, не очень объемное, надеюсь, сообщение, которое представляет собой продолжающееся архивное исследование одного кейса историографического по своей природе. И, собственно, это сообщение, если как-то сводить его к короткому тезису, оно, в общем, представляет собой скорее иллюстрацию нехитрой мысли, некуда поэтому сформулированной, что если выплыв империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. А вот как архитекторы из провинции у моря смотрят на историю советской архитектуры, это, собственно, есть тот поинт, этот сюжет, который я каким-то образом сейчас имею вам предложить. И я бы еще наверное сразу обратил внимание на некоторый изначальный посыл или изначальный месседж, который, собственно, связан с попыткой как-то поставить под сомнение, ну, в общем, сейчас это делается сплошь и рядом, поставить под сомнение некоторую условную монолитность и советской историографии, и каких-то процессов в советском архитектуре, и продемонстрировать, в общем, очень большую гибкость этих процессов, в том числе и в момент самого жесткого идеологического диктата в период, ранний послевоенный период, до начала 50-х годов, собственно, до 53-го в период очень жестких идеологических, в том числе антизападнических кампаний, и тем не менее мы увидим, что, собственно, есть много разнообразных движений, разнообразных элементов какой-то условной свободы. Я начну с цитаты, и, собственно, весь этот доклад строится на цитатах, и с вашего разрешения я не буду его читать, я просто буду комментировать эти цитаты по преимуществу. И начать я бы хотел с пары эксцессов, которые происходят в Ленинградском отделении Союза Советских Архитекторов в ноябре 1948 года, когда обсуждаются проекты Василия-Островского райсовета. И, собственно, первая цитата из архитектора Лукина, который неожиданно начинает защищать Ордер, хотя, собственно, как вы понимаете, после начала 30-х к 48-му году как-то необходимость защищать Ордер выглядит несколько странно. А второе очень неожиданное выступление это архитектор Лакиров, который вспоминает свою поездку в Минск и опыт знакомства с зданиями архитектора Лангборда. И вот буквально эту цитату я позволю себе прочитать. Русский советский конструктивизм был ошибкой, да, был ошибкой, но, может быть, этот русский советский конструктивизм обмолвился здесь самой красивой своей ошибкой, ибо Лангборду удалось создать образ правительственного здания. Я знаю, что, говоря так, я рискую в ваших глазах прослыть человеком ничего не боящимся, как я могу поднимать теперь проблемы советского конструктивизма, но, товарищи, не податься этому ощущению я не мог. И дальше, как вы видите, некоторое количество очень хвалебных слов про советский конструктивизм, про, собственно, советскую версию модернизма. И на этом заседании, в общем, Лангбордовское выступление было купировано коллегами, ему пришлось извиняться и как-то, собственно, свои слова дезавуировать, но, тем не менее, это не частный эксцесс, такого рода обстоятельства можно рассматривать как свидетельство сложности происходивших процессов. И я эту сложность попытаюсь проиллюстрировать на примере одного сюжета. Это история написания ленинградской части большого историографического проекта, краткого курса истории советской архитектуры. Это один из больших проектов, которые создаются в недрах Академии архитектуры еще с 30-х годов и к рубежу 40-х, 50-х доходит состояние первых внятных рукописей, которые дальше широко обсуждаются, как-то корректируются, подвергаются редакторе и самые разные участники включаются в этот процесс. И, собственно, в Ленинграде в начале 50-х годов такого рода работа обсуждается в первый раз и сразу вызывает очень большие нарекания ленинградских архитекторов. Чему эти нарекания сводятся? Во-первых, к тому, что ленинградских архитекторов не пригласили к написанию этой работы. И, собственно, часть обсуждений цвается к обсуждению развесистой клюквы, которая появляется, когда московские архитекторы пишут про Ленинград в конце 40-х, начале 50-х годов. Помимо всего прочего, у ленинградских архитекторов был большой опыт написания собственных исторических историографических текстов. Это и Барановский архитектурно-планировочный обзор развития города 43-го года, его же архитектура и строительство Ленинграда 48-го года. В Ленинграде, в ленинградском филиале Академии архитектуры работали над огромным исследованием обобщения опыта города строительства Ленинграда за 30 лет. Это должно было быть монографии в 400 печатных страниц, 25 печатных листов, 500 иллюстраций, итого больше 45 печатных листов вместе с иллюстрациями. И, собственно, помимо критики такого рода, была еще и критика, адресованная краткому курсу, поскольку не очень понятно было, что это. Это учебник, для учебника слишком много, 40 листов, это слишком много, но это и не исторический научный труд. Собственно, еще не очень понятна была прагматика этого текста, но, помимо всего прочего, были нарекания и методологического толка, которые как раз и демонстрируют, скажем, некоторое осознание архитекторами сложности не только собственной практики за последние 30 лет, но и сложности процессов, в том числе политических, которые эту практику определяли. Как говорят сами архитекторы, нельзя писать историю советской архитектуры за 30 лет из той точки, в которой вы находитесь, игнорируя те обстоятельства, которые определяли вашу практику 20 лет назад. Это такое телеологическое архитектуроведение, когда вы все тянете к современности, к современным взглядам, и это лишает вас понимания сложности процессов в тот момент, когда они происходили. Это неверно даже методологически, методически говорит Николай Фроломевич Баранов, потому что нельзя в уста наши, какими мы были 20 лет назад, вкладывать то, что мы представляем собой сегодня. И прежде всего такого рода замечания касаются критики конструктивизма, критики собственно разных версий советского модернизма 20-х, начала 30-х годов. И эта критика строится в очень специальной перспективе. Во-первых, демонстрируя или представляя историю или собственно создавая историю советской архитектуры как историю победы соцреализма, сами авторы постоянно сталкиваются с проблемой неопределенности того, что соцреализм есть. И это постоянный такой плач на реках Вавилонский, который вы собственно слышите каждый раз, когда советские архитекторы начинают подходить к вопросам теории, что в 30-е, что в 40-е, что в 50-е и даже позже. Мы создаем архитектуру соцреализма, но что такое соцреализм в архитектуре мы не понимаем. Мы не понимаем это в 30-е, мы не понимаем это в 50-е. Соцреализм здесь определяется только апофатически, как не конструктивизм, как не эклектизм, как не архаизм и так далее. То есть это такой способ определения социализма от противного. И это касается не только текстов исторических, но и больших исследовательских работ, вроде тех, которые ведет ленинградский филиал Академии архитектуры. В частности, там была одна из исследовательских работ, «Критика проявлений формализма в теории и практике советской архитектуры» на примере творческой практики советских архитекторов. Это как раз конец 40-х годов. Параллельно, я думаю, самый известный и известный аудиторий пример – это диссертация архитектора Цапенко, которая потом стала в начале 50-х очень известной его книжкой. Собственно, диссертация как раз была посвящена борьбе с формализмом советской архитектуры. История, которую рисуют авторы этого курса, представляет собой историю героической борьбы, в которой социореализм или правильная архитектура, как ее предлагают на рубеже 40-х 50-х, не сразу одерживает победу в борьбе с превосходящим противником, каковым является конструктивизм. От условно сконструированного революционного романтического движения к социореализму, к победе социореализма архитекторы движутся через увлечение грехом конструктивизма. И в этом смысле эта борьба показывается не как нечто решенное с самого начала. Успех этой борьбы не очевиден. Архитекторы действительно, по крайней мере в рамках этого текста, архитекторы предстают борцами с превосходящим противником, у которого еще и есть большая поддержка. И поэтому конструктивизм не выглядит просто мальчиком для битья. Вот уже в конце сороковых на реплику Лапирова архитектор Олеников скажет, простите, Оленик скажет, что мы конструктивизм угробили и нечего вспоминать. Это буквальная цитата. теперь же собственно еще в 20-е, в 30-е это течение не выглядит чем-то слабым и слабой расстройщатой угрозой. И помимо всего прочего, естественно, на рубеже 40-х, 50-х лучший способ что-то похоронить это объявить западным, объявить собственно результатом культурного влияния запада, поэтому, как вы видите в цитате Николая Хомутецкого, даже Гинсбург причисляется к западноевропейским образцам, но при том, что Хомутецкий неплохо знает, о чем говорить. Ленинградская архитектура в межвоенном, простите, в перспективе, которую предлагают сами ленинградские историки, выглядит гораздо более консервативной, гораздо более традиционной, гораздо более независимой от любых формалистических или модернистских движений. Модернистские движения Ленинграду буквально, как вы видите, здесь подсунула Москва, если следовать этой логике. С другой стороны, еще одна позиция, по которой эти тексты критикуют, это некоторый ленинградский изоляционизм, потому что вообще-то все равно эти разделы истории советской архитектуры это часть большого проекта всесоюзного. Как ни странно, критика ленинградских архитекторов была услышана. Состоялось заседание президиума Академии архитектуры и ленинградцам дали сначала готовить материалы для ленинградских частей курса, а потом оказалось, что они в общем, как здесь сказано в цитате Советского, перевыполнили поручение и просто написали свой раздел истории ленинградской советской архитектуры. Этот раздел истории ленинградской архитектуры дальше тоже будет обсуждаться, тоже будет общественное обсуждение, будет и обсуждение списка объектов для иллюстраций. И, кстати, в этом списке постройки и проекты разных периодов выглядят очень сбалансированно, то есть все разделы истории советской архитектуры за 30 лет более или менее неплохо представлены. И помимо этого речь естественно идет о тех персоналиях, которым должны быть посвящены отдельные очерки и о тех построек, которые нужно обсудить. Основное начало, которое в этих комментариях присутствует, в этих обсуждениях, это особенность ленинградской архитектуры как архитектуры на следующей дореволюционной и классической традиции. И как мы здесь видим в выступлении архитектора Фельдкмейера, даже эпоха конструктивизма протекала в Ленинграде иначе, чем в Москве, поскольку в Ленинграде были такие явления, как произведения Белогруды и других, эпоха конструктивизма проходила не так бурно, как в Москве, поскольку в Ленинграде она проходила с оглядкой на классику. И ленинградцы это архитекторы ансамбля. Собственно, так, простите, собственно, вот так выглядит аббревизованная версия ленинградского раздела этого курса. И она выглядит вполне похоже на то, как все последующие истории ленинградской архитектуры описались. Определился список ведущих архитекторов, которым посвящены отдельные очерки. Определилась периодизация, которая тоже в разные моменты были проблематичны. И для этого курса характерно, опять-таки, некоторое подчеркивание традиционности и классичности, изначальной классичности ленинградской архитектуры, которая таким образом не затронута или минимально затронута разного рода модернистскими движениями. И даже система образования этому способствует. Как вы видите, взятый за основу учебный план архитектурного академии после архитектурного факультета дореволюционной академии был перестроен под современность. Но, опять-таки, вы ориентируетесь на дореволюционную академию. И ничего страшного в этом нет. И, опять-таки, всегда вы подчеркиваете градостроительные ансамбли, непревзойденные ансамбли, сильный коллектив архитекторов. При этом текст выстроен весьма сбалансированно и сдержанно. Никакой ругани по отношению, кроме каких-то дежурных инъектив, никакой особой ругани по отношению к модернистским вещам вы не видите. Это относительно устойчивое профессиональное сообщество, где все со всеми работают, где все у всех учились, где сегодня вы работаете на тракторной улице, а завтра вы работаете над какими-то неоклассическими постройками. Поэтому вы видите, казалось бы, для начала 50-х годов цитата в первом абзаце выглядит в высшей степени похвальной для антимодернистского, антиконструктивистского текста, которого можно было бы ожидать. С другой стороны, и постройки, и сам набор постройок и проектов весьма рискован. О чем мы дальше еще услышим? Дело в том, что скажем, очень захваленный жилой дом Всесоюзного института экспериментальной медицины рядом с домами Маркова Щуко построен по проекту архитектора Лансера, который стал жертвой репрессии. И, тем не менее, здесь в тексте вы видите очень доброжелательное, очень позитивное обсуждение этой постройки. Ну и, собственно, в завершение еще два слайда. Если я начал с цитаты из классика о том, что лучше жить в глухой провинции у моря, то заканчивать тоже приходится цитатой «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». И о том, в какой атмосфере работают архитекторы, и о том, как подходят к этому курсу, и о том, как устроено профессиональное сообщество, выводы об этом мы можем сделать из официального заключения архитектора Хамутецкого, который с одной стороны критикует этот курс из общих соображений, выстраивая уже вполне знакомую модель борьбы революционной романтики и социализма с чуждыми тенденциями, а с другой стороны вполне демонстративно практически в логике политического доноса пишет о том, как вообще-то стоит, как не стоит говорить об истории советской архитектуры, и упоминает и репрессированных архитекторов, которых не надо, которых надо просто вычеркнуть из истории, и помимо этого говорит о прямых политических указаниях, которым следуют ленинградские архитекторы, и, соответственно, проводят большие городостроительные работы. спасибо. Вадим Григорьевич, благодарим вас за ваш доклад, и мы тогда переходим к следующему нашему докладчику. Соломонова Ирина Сергеевна, Московский государственный университет имени Ломоносева, доклад «Зеленая зона в архитектуре английского брутализма 50-60-х годов». Да, значит, мой доклад посвящен «Зеленой зоне архитектуре английского брутализма в отношении к зеленым зонам, которые были в модернизме, и к зеленым зонам, которые были в критике модернизма, которая возникла на рубеже 60-х и 70-х годов. Соломонова актектура сама по себе и градостроители с самого рождения уделяли большое внимание проблеме и озеленение города. В этом вопросе они наследовали риторики оздоровительного гигиенического толка, которая еще в начале 19-го века, точнее, в конце начале 20-го веков призывала к созданию зеленых снаряжений в городах. К этому моменту биология и медицина представили горожанам обезболивительные доказательства того, что природа благотворна на здоровье и на здоровье организма, и природа таким образом привела в глазок новую функцию. Эта точка может быть отправной для остановления отношения к зеленой зоне в мудрецкой архитектуре. Одним из первых ответов на этот запрос сформулировала книга Внизера Говарда «Города, сады будущего». Говард предлагал решить социально-экономические проблемы и гигиенические задачи городов путем создания системы, которую называл браком города и деревни. Хотя в полной мере политический и экономический аспект концепции не был воспринят, она закрепила запланирование роль двигателя прогресса и предлагала планировщику к мысли, что соотношение зелени и архитуры может быть обратным привычным. Но концепция города была как бы децентрализирующей и несколько умоляла развитие индустрии этого времени. И, например, на континенте она встретила также ответную реакцию, которая выражалась в создании в планах очень централизированных городов, таким был, например, проект Тони Гарни 2017 года. Этой же концепцией придерживался High Day City и Корбюзия. Корбюзия сначала дала пространство большое значение и в первых пяти точках архитуры 2022 года он говорил о садах на месте освобожденного пространства и высотых зданий. И затем в планах городов 2002 года и в Лучезарном городе 1930 года зеленая зона практически изменяет улицу, на которой человек сталкивался с машинами, выполняя как бы гражданский призыв «Мы должны убить улицу». Этот план, сделанный для презентации на съезде Сиам 1930 года, обладает графичностью и очень самодостаточен, как будто он был предназначен для рассмотрения кем-то богам. Это сельмироздание. Однако ни здесь, ни в афинской хартии, которая, в принципе, более пластична, чем Лучезарный город, нет конкретных указаний на ландшафт и дизайн этих пространств. За природу признается только естественный эстетический эффект, демотургия ландшафта создается архитурными объектами, в то время как объекты природы служат только кулисами. Все это надо иметь в виду, чтобы более ясно понимать, с чем работали бруталисты. Брутализм или поначалу новый брутализм был предложен британскими архитекторами... О, нет. Меня слышно? Да, 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 Ирина, вас слышно. Он показал слабое интерносоединение, поэтому я испугалась. Брутализм или новый брутализм, как он поначалу назывался, был предложен британскими архитекторами Рейсена Питера Смитцена после своего участия в дискуссии сиам 20-х годов. Эта дискуссия была проведена конфликтом старшего поколения архитекторов Конгресса, возникшим в крупной сердце города и среде питания. В итоге была создана Тим Тэм, раз из этих молодых архитекторов, выросшая в этом недоверие принципам Харти в своем Дорнском манифесте. Однако, это пяти функций модернизма, модернистского градостроительства в пользу иерархии человеческих ассоциаций и сообществ, а также использовав теоретическую базу, взятую из трудов регионалиста Патрика Гендеса и современника Говарда. В унифесте других программных заявлений типа сети реидентификации представленной Смитцинами соображений касательно озеленения среды не представлены. В самом масштабном проекте конкурса на перестройку центра Берлина послевоенного Смитцин выступает также даже более ригидными, чем классики модернизма. По сравнению с проектом Гребезье даже, например, зеленый пояс, который устраивает в Берлине, окутывает центр города, не проникает внутрь их кластерной гиперструктуры улиц в воздухе, которыми они заменили обычные улицы в своей сетке. Смитцин сопоставляли такую кольцовую планировку центра с образом острова Кащик-Красавицы, тем самым романтизируя обновленную застройку образцовой столицы современного европейского государства. Этот образ вдохновленной немецкой культурой призван был символически связать ультрасовременное городское планирование в чем-то локальном и типичном, даже стереотипном, собственно, идентифицировать. Однако, в итоге, жестко критиковавшийся Смитцинами модернистское планирование и принцип зонирования на самом деле никуда не исчез в их собственном плане. Несмотря на эти изменения, Смитцин довольно долго не давали больших городских и социальных проектов. Пальма первенства досталась другим моим молодым коллегам по школе архитектурной ассоциации Айвери Смиту и Джеку Линну. По приглашению архитектора городского совета Джона Ли ЮСО они разработали проект комплекса мультивального жилья Парк Хилл. Парк Хилл должен был иметь большую плодность населения, при этом сохраняя цену города сада с его предпочтением пешеходного движения и доступностью зеленого покрова, при этом стараясь бережно сохранить социальную структуру города. Вследствие за Корбюзье Парк Хилл были уверены, что увеличение высоты построек сэкономит пространство на уровне земли, что у нас возможно зеленые зоны. Это пространство достоинственного комплекса и газеты называли эту зеленую зону висячей сады Парк Хилла. Однако дизайн ландшафта в Парк Хилле по своей структуре совершенно не предлагает парения в воздухе. Зеленение находится строго на земле у подножия бетонных зданий в виде элементарических партерных газонов с редкими деревьями. Они обособлены друг от друга и не создают единого зеленого пространства. При этом улицы Паубе устроены по мотивам Смитсоновской Golden Lane, которую они представили в сети реидентификации как идеальный проект и были признаны заменить улицы, представляют из себя углубленные в толщу зданий широкие проходы, в которых растения не предусмотрены. И происходит разрыв органической связи с внешним привычным уличным пространством и присущие ему на полности. Возникает такое ламинальное пространство переходности и неопределенности, как правило, вызывающее людей ощутимый дискомфорт. В ровных поверхностях газонов и практически по линейке расчерчивающих их дорожек проглядывают абсолютно классический модернистский подход к зеленому пространству, например, модернистского абстрактного сада. Что в целом неудивительно, учитывая и интерес Лорусли к общеперапевской практике и специальные поездки делегаций из Шеффилда в Европу перед страной Кристин Паркхилла, а также экзальтация молодого поколения от Марсельской жилой единиц, только что построенной Корбезье и ставшей очень известной. С одной стороны, единица напоминала всем про общекоммунальный коридор, который Смитцена к тому же нашли в английской улице террасных домов, а с другой Корбезье с его механическими расчетами попытка программировать в некой биополитической мечте управления поведением резидентов при помощи артурных решений. Изучение европейской практики расширило представление о возможных масштабах. Так за образец был, скорее всего, взят проект Ижена Бодуэна в РТДаме, да, Ситера Традам. Все они, все эти объекты отличаются крайне цитерным подходом к зеленому пространству, которое необходимо в качестве оздоровительного компонента архитектуры, из-за чего его коммуникативный потенциал оказался невидимым. Некоторые идеи группы Тим Тен и Смитсонов обнаружили себя в других проектах, но там же они сильно мутировали. Так, например, построенный проект Golden Lane, который был выбран вместо конкурса проекта Смитсонов, в итоге осуществился по проекту другой команды архитекторов Биттера Чемберлина, Джеффри Паула и Кристофера Бона, образовавших после победы проекта Паула Триумвират. Они также используют дома с террасным доступом, но группируют комплекс вокруг более традиционной системы дворов, что показательно противопоставлено любимым архитекторами образу пригородного города Сада, который начали строиться в то время в Англии. Пространство зеленой зоны разбивается здесь на небольшие участки, которые так или иначе окружены стенами и закрыты. Благодаря этому точному введению компенсируется архитурная монотонность и акцентируется внимание на деталях. Происходит аффилирование резидентов с местом, что поощряет участие в его становлении и в развитии всего комплекса. Среда насыщается личными решениями резидентов. Они могут украшать свои террасы, входы в здания. И это живая зеленая среда комплекса во многом ими и поддерживается. В этом проекте также интересно влияние английского архитуры того времени, но более эрхитурной, более чем смельсиновские идеи. например, главная часть ансамбля практически полностью повторяет центральную площадь проекта центральной площади Харлоу, это Нью Таун Харлоу, учителя Джеффри Пауэлла Фредерика Гиберта. Примерно по его же интересу к садам и озеленению происходит и создание маленьких садиков, как показано на картинке комьюнити-центра. Гиберт много работал с водными пространствами и любил геометрические узоры смещать геометрическими узорами и делал это в своем саду в Харлоу. Все эти элементы найдут в развитии в следующем проекте Чемберлина Пауэлла и Буэна после сестра с Голден Лейн в Барбикон Центре, где он приобретает здесь все эти черты приобретают совершенно другой размах. Архитектура и ландшафт здесь эволюционируют в сложную парирующую на контрастах систему. Незрачный прудик устроенный напротив общественного центра Голден Лейн превращается в огромный крут канал объединяющий собой два больших восточных двора. Почти как древнегипский Нил он концентрирует свою растительность и личную деятельность вокруг себя. В Барбикон архитекторы ставят перед собой задачу найти конкретное решение для конкретного места. Игрубная форма сталкивается с природной и характер это столкновение позволит говорить о присущей комплексу пейзажного парка с одной стороны а с другой стороны он оставляет защищенному от мира образу клоатра собора и монастыря. Линия архитектурной ассоциации поддерживается по всему ансамблю. Он частично отбирает в себя старую римскую стену Лондона и во многих архитектурных и пейзажных деталях повторяются мотивы либо римской архитектуры либо римской ведуты римской руины. И Барбикон и Ландшафт становятся историческим комментарием мимикрирующим под такой огромный павильон руину из английского парка прекрасную и пугающую своей руинированностью. Руина разрушения прежнего созданного но руина также начала нового поэтому как природа делает новую форму разрушенной старой так от старого Лондона с его римскими стенами и социальными неравенством викторианством немецкие бомбы не оставили камень на камне и на этом месте рождается новая жизнь. В свою очередь Смитцены смогли создать только один комплекс который позволил развернуто прокомментировать свое видение зеленой зоны в зеленом комплексе. Это комплекс Orbit Good Gardens в Лондонском Попларе. В центре комплекса из двух протяженных бетонных блоков было разбито зеленое пространство которое Смитцены окрестили безстрессовой зоной. Они объяснили выбор от вершины тем, что хотели сохранить тишину в центре постройки сделать рекреационную но где никто не играл футбол по их пространству должно объединить здание тишиной которое наша чувствительность до последнего времени ощущала как архитектуру. В качестве места идеального шумоподавления архитекторы также приводили в качестве образца лондонские сады Грейс-Ин. И хотя ансамбль Грейс-Ин действительно является карманом в городской структуре Лондона у него есть одна интересная особенность. Так или иначе соответственно с 11 века являлись публичными и были местные собрания визуального общества Лондона. Таким образом Смитц на самом деле отводит природному ландшафту не просто функцию зоны отдыха и оздоровления но все той же сценой для практики общественных отношений и создания сообществ которые они встречаются и сама архитура зданий и как бы негативное пространство между этими зданиями. Это как бы новый вид городской площади совмещенной с садом. Некоторые газеты сравнивали дизайн Смитцинов с пейзажными работами Лососта Брауна таким образом ставив архитекторов в один ряд с лучшими ландшафтными архитекторами Британии. Их здания и их ландшафтный дизайн в этом комплексе также является главным комментарием на идею сердца города высказанную якобы Бакемом еще на конгрессе 51-го года. Может сердце города это не здание гражданского центра но для гражданского действия. С другой стороны в шатые особенно под конец десятилетия начинают звучать критические голоса извне например знаменитая Джейкобс ее призыва к возвращению улицы спонтанной коммуникации. И хотя реальцию муниципального строительства было трудно остановить и сделано только кризис 70-х некоторые проекты стали подключать и эти новые идеи. Одним из них можно ждать Александр Роуд эстейт Нива Брауна. Он предложил малоэтажную схему по сути опиравшуюся на классический британский террасный дом но пропущенный через модернистскую призву. У комплекса есть отдельная зеленая зона небольшой парк с двумя линиями домов над ландшафтой струбой которого трудилась ландшафт-дизайнер Джанет Джексон что в принципе было нечем характерно для муниципального жилья этого времени так как участие ландшафтных дизайнеров редко было там допущено. В парке созданы хорошо корреспондирующие с архитектурными формами ломанные структуры однако он все равно не был популярен у жителей так как находился на задних дворах двух линий домов и имел очень много укромных закутков которых довольно быстро развела всяческая преступность. Извините пожалуйста я вас прерываю просто уже регламент немножко превышен поэтому пожалуйста да я вижу пару два слова и тезисы финал но есть петитивная сторона и это сама улица Александр Роут где у каждого дома квартиры есть свой собственный мини-садик который каждый может регулировать по своему усмотрению и именно эта улица становится главной артерией и главным коммуникативным средством этого комплекса деревья чем например программные тексты Ле-Корбезье и функционализма наблюдается явная эволюция и усложжение пространства зеленой зоны в первых опытах планирования и строительства рассматриваемого аспекте имеется очевидная ориентация на функционалистские методы континентальную особенно французскую практику приема абстрактных модерницких садов но эти приемы делали зеленые зоны безликими так что они не могли в полной мере отвечать ни архитурной форме ни программе брутализма однако в проектах седины 60-х годов концепция коммуникации переносится и на ландшафт который включается в архитурную среду в большей степени и отвечает лучшим запросам на создание сообщества происходит переориентация на принципы и приемы локальной английской традиции ландшафтного дизайна зеленая зона постепенно перестает быть отдельной зоной и нарастают точечные принципы спонтанного озеленения натальность архитурного контроля над жителями снижается спасибо спасибо большое Ира благодарим вас очень приятно было послушать такую презентацию тем более что сегодня юбилей Ликор Безьес 35 лет цельное вырождение приятно что вы в том числе коснулись его наследия так и мы я остановила презентацию простите я не понимаю да презентация ваша исчезла вот и мы продолжаем наш следующий доклад Коваленко Елена Юрьевна Московский государственный университет имени Ломоносова бумажная архитектура 80-х годов и язык ее образов да добрый день всем меня слышно презентацию видно да презентацию именно режиме показа слайдов сделайте пока мы видим ее структуру да да конечно давайте так передаю вам спасибо большое за эту возможность выступить постараюсь вложиться в регламент моя тема называется бумажная архитектура 80-х годов и язык ее образов и она посвящена такому явлению как бумажная архитектура 80-х годов которая создана хранилась на перепуте между иллюстрацией к архитектурному проекту чертежом архитектурной теории по крайней мере так было исторически заложено в этом жанре что он достаточно маргинальный и существует на полях большого зодчества как форма подачи идеи фантазии выражения почти взглядов и просто сохранение архитектурных воспоминаний если говорить о бумажной архитектуре именно 80-х годов в этом контексте она феномен удивительный потому что в момент своего создания эти проекты не были подкреплены реальной архитектурой они брали первые премии на зарубежных конкурсах но при этом совершенно не ценились и почти не выставлялись на родину в Советском Союзе бумажная архитектура казалась с изящной архитектурной шуткой но при этом быстро заняла свое место в собрании ведущих музеев мира и эти проекты оказались одинаково понятны всем в том числе и благодаря своему своеобразному языку о котором пойдет речь в моем докладе активная фаза для этого явления продлилась чуть менее 10 лет начиная с 80-го года хотя почва для становления бумажной архитектуры была подготовлена немного ранее в 70-е будущие авторы бумажных проектов много участвовали в международных конкурсах среди них студенческие конкурсы пространства для общения людей в городе театр для будущих поколений а также конкурс на разработку архитектуры парка Ля Вилет инициатором участия в этих конкурсах был Илья Георгиевич Лежава один из авторов проекта нового элемента расселения и преподаватель Московского архитектурного института он объединял студентов и недавних выпускников в архив группы для работы над конкурсными заданиями по признанию самого Ильи Георгиевича эти проекты как правило выигрывали через некоторое время архитекторы стали присматриваться к зарубежным конкурсам самостоятельно в те годы библиотекам архива писала журнал Japan Architect в конкурсах которого принимали участие известные современные архитекторы в частности Роберт Вентури как правило это были конкурсы концептуальных идей журнал также устанавливал правила подачи проектов потому что участники должны были уместить на одном листе и архитектурный для экономии места и я хочу перейти к первому не понимаю листается у нас презентация или нет а да замечательно к первому победному проекту бумажной архитектуры который победил в одном из конкурсов журнал Japan Architect это работа которая называется дом экспонат на территории музея 20 века созданная Михаилом Беловым и Максимом Харитоновым и в ней по словам Михаила Белова был сформирован язык бумажной архитектуры цитата обязательно есть какое-то литературное объяснение всему что-то вроде персонажа который идет по этому проекту и рассказывает о нем а потом есть еще и система рисунков которая передает настроение и среду и при этом обязательно образный лист что-то вроде убражка который хотелось показывать как произведение станковой графики конец цитаты дом экспонат представляет из себя дом с двумя лицами которые переключаются к воротному механизму в центре здания для нежданного гостя он действительно кажется экспонатом лабиринтом оптических иллюзий в то время как хозяева существуют в нем как в обычном доме в этой презентации я специально вылезла пояснительные записки в изображение потому что их достаточно долго читать для экономии времени но интересно что эти сопроводительные тексты вообще сложно назвать пояснительной запиской то что на самом деле перед вами полноценный рассказ который описывает впечатление о доме сначала от незваного посетителя который видит перед собой мир архитектурных иллюзий его пугает какая-то рама похожая на театр и так далее и тому подобное какие-то детские кубики ему виднеются при этом хозяин дома рассказывает что на самом деле никакая это не театральная рама это просто вышка с бассейном и вообще мы уже давно научились с этим жить потому что для нас этот дом выглядит совершенно обыденным домом для большой семьи и параллельно как вы видите вместе с текстами и с планами на этих конкурсных листах есть вставки комиксы которые показывают как этот дом по-разному выгодит для двух рассказчиков но несмотря на покадровое сравнение все-таки рассказ прицепользователь в том как к тому же вы вписаны верстку проекта вот здесь все же объясняет происходящее гораздо лучше чем графика это характерная черта бумажной архитектуры графику почти всегда сопровождает неотделимый от нее текст посетительные записки могут иметь разную направленность иногда они напоминают анекдоты или фельгетоны иногда философские притчи но их отличает неизменное присутствие человека и вообще эта персонализация архитектуры она в принципе характерна для эпохи 70-х и 80-х годов и для системы постмодернизма это был своеобразный ответ модернизму чей язык был достаточно отстраненным и обеспеченным постмодернизм же разговаривает со своим пользователем напрямую с помощью архитектурных ассоциаций отсылок двойное кодирование манифестированное Чарльзом Дженксом в книге язык архитектуры постмодернизма позволил архитектуре говорить со зрителями на разных уровнях расприятия от профанного к профессиональному концептуальные проекты во многом стали промежуточным звеном между архитектурной теорией и архитектурой реальной объединяя две эти области и этот переход архитектуры в виртуальное пространство сопровождается интересом архитекторов к тексту и его интеграции в концептуальные работы например у группы Арки Грэм был свой журнал в котором часто появлялись подобные вставки комиксы которые сейчас демонстрируются на экране а вот еще интересный проект австралийского архитектора Тома Хеннигана это проект который также был сделан для конкурса Japan Architect он тема конкурса заключалась в том что нужно создать дом для суперзвезды и Том Хенниган просто разместил подал на этот конкурс проект в котором содержался просто фотоколлаж со статьей о том как актриса Ракель Белш покупает дом суть проекта и суть идеи Тома Хеннигана заключалась в том что суперзвезды существуют только в сфабрикованном медиа мире а значит виртуальные их дома проект в результате получил первую премию советские бумажные архитекторы конечно могли видеть эти работы и хотя они жили вне системы постмодернизма они могли ее прочувствовать именно поэтому проекты бумажной архитектуры из СССР одинаково понятны всем в том числе благодаря своеобразному языку но вообще для того чтобы заговорить у них были разные причины и сугубо личные советская архитектурная практика во многом была обезличена архитекторы в особенности молодые архитекторы работали в больших проектных организациях и были лишены возможности для самовыражения концептуальные конкурсы наоборот представляли возможность для рефлексии на архитектурные темы а также были своеобразным бегством от реальности в этом виртуальном пространстве можно было говорить относительно свободно не случайно в огромном количестве текстов которые бумажные архитекторы представляли на выставке или же для публикации 80-е годы примечательна характеристика бумажной архитектуры как языка например как в этой вступительной статье к выставке бумажной архитектуры которая открылась как раз-таки в парке «Лавилет» в 1988 году Юрий Авакумов называет бумажную архитектуру языком и подчеркивается как раз-таки ее влияние, ее статуса как определенного архитектурного языка. Эта же мысль звучит и в первом манифесте, так называемом манифесте бумажной архитектуры, который был создан архитекторами к первой выставке бумажной архитектуры в редакции журнала «Юность». И там опять-таки говорится, что архитектура может говорить на любом из языков современной культуры, частью которой она, несомненно, является. Конец цитаты. Такая сознательная виртуализация позволяет говорить о понятиях, существующих в теоретическом поле архитектуры, а именно о ее языке, потому что также в этом тексте подчеркивается намеренный отказ архитекторов от реализации этих проектов-проектов, изначально заложенной при создании этих работ. Так что при рассмотрении проектов бумажной архитектуры можно выделить два понятия архитектурного языка. Во-первых, это язык подачи, о котором мы уже немного поговорили на примере работы домоэкспонатной территории музея XX века. И второе понятие – это язык ее образов. Под образами могут подразумеваться элементы архитектурных стилей. Так или иначе, бумажные архитекторы выбирали языки уже существующих систем. Конструктивизм у Юрия Вакумова, классицизм у Михаила Филиппова и Михаила Белова, романтизм и готика у Александра Бродского и Лилкина, модернизм у Дмитрия Буша, Дмитрия Подгипольского, Александра Хомякова и Татана Кузымбаева. Но, несмотря на это, бумажная архитектура меньше всего похожа на иллюстрации к словарю архитектурных терминов. Нарративность этого жанра позволяет сосредоточиться на метафорах и образах, которые неизменно появляются в этих работах. В том или ином виде они кочуют по всем бумажным проектам. И на этой ноте я хочу перейти непосредственно к образам, которые у меня полна бумажная архитектура. Извините. Отличительная черта концептуальных проектов из 80-х годов – это присутствие в архитектурной графике персонажа. А персонаж – это первый образ, который мы рассмотрим. И интересно, что они погружены в исследование виртуального пространства. То есть они не просто проживают внутри этих воздушных замков, но и разрушают, строят и ищут эти воображаемые конструкции. Эллифтируя чувственные архитектурные впечатления, они становятся своеобразным аватаром зрителя. И случайно многие из них рассматривают объект как будто со стороны. Во многом обезличенность реальной архитектурной практики привела к появлению в бумажной архитектуре главного действующего героя. Эта стратегия близка не только к бумажным архитекторам, но и современным им художникам, московским концептуалистам, с которыми бумажников часто и достаточно справедливо сравнивают. Для них также важен нарратив, для которого в пространство произведения вводятся персонажи-рассказчики. И это тоже своеобразная попытка сломать официальный номенклатурный язык, как, например, в проектах для одинокого человека Виктора Пивоварова. Интересно, что концептуализм за рубежом, наоборот, стирает любое проявление личного. Художники намеренно избегают рассказа, предпочитая ему списки и архивные документы. Теоретики архитектуры постмодернизма тоже не жалуют рассказ. Они больше увлечены идеей лингвистического поворота, заимствуя понятия из феноменологии лингвистики для описания архитектурных процессов. В статье «О язык архитектуры и об архитектуре» Александр Гербертович Рапопорт говорит о непригодности этой структуры для диалога, говоря о том, что она сохраняет свой коммуникативный версиональный смысл только в узком кругу посвященном. В бумажной архитектуре такой закрытости нет, но, напротив, крайне сентиментальна и достаточно понятна. По силе воздействия ее проекта можно сравнить, например, с тем же христианским домом «Утка» из уроков Лас-Вегаса. И у бумажной архитектуры действительно очень много подобных ярких образов, какие приводят, как примеры, в своем труде Деннис Скотт Браун и Роберт Вентури. Например, дом в виде яблока или же пряничный домик, как, например, в этом проекте у Надежды Бронзовой. Но там, где этого яркого образа нет, за человеческое измерение архитектуры отвечают ее персонажи. И вообще интересно, что, несмотря на такую доступность, все образы героев бумажной архитектуры являются неотъемлемой частью систем, внутри которых работают ее авторы. Во многом проект иллюстрирует, как эти системы видят человека-пользователя своей архитектуры. В Кабалне закономировано, что у бумажных архитекторов-романтиков этот персонаж – герой романтический. У тандема Александра Вроцкого и Ильи Укина часто появляются фигуры персонажа-искателя. Вот он рассматривает хрустальный дворец сдалека, а в следующем кадре блуждает внутри его осколков, оказавшихся оптической иллюзией. Или, например, вот здесь идет по мосту для настоящих путешественников, сгибаясь от ветра, любуется видом в горе с дырой, или же изучает таблички в музее исчезнувших домов. Фигура в развивающемся плаще и шляпе вызывает ассоциации с хрестоматийным полотном «Странник над морем тумана» Каспара Давида Фридриха. В этих афортах Броцкого и Укина и в разнице масштабов человеческой фигуры и архитектуры чувствуется свойственное романтизм и восхищение от руин, ностальгии по прошедшим эпохам. Даже сама техника исполнения этих работ афорт ссылает к тюрьмам Джованни Батиста Пиранеси, мастера бумажной архитектуры в графических сериях, которого отразилось благоговение романтизма перед архитектурой прошлых эпох. Сходный персонаж появляется и в работах у Михаила Белова. Правда, в его проектах это скорее не романтический искатель, а просто фланер, персонаж более поздней эпохи. Вот такие щеголеватые фигурки можно заметить в работе на борту академической утопии или же, например, падении стеклянной башни. Но здесь нет ни очарования руинами, которые есть у Бродского и Уткина, ни такого запала искателя, который встречается у их с романтического героем. Интересно, что у архитекторов, работающих с наследием конструктивизма, персонаж становится винтиком утопии или же исчезает вовсе. В инсталляциях Юрия Вакумова и Сергея Подъемщикова встречаются небольшие фигурки, например, в летающем пролетарии и Красной Вышке, аммажу вышки Владимира Татлина в парке Горького. Кажется, что перед нами спортивная команда в одинаковой форме. Персонажи здесь нужны лишь для того, чтобы поступательно показать работу механизма. Как и сюжеты работ, они подчинены системе, в данном случае системе авангарда. И, в принципе, Юрий Вакумов оперирует теми же самыми понятиями, которые плоть от плоти являются языком именно архитектуры советского авангарда. А работа Юрия Кузина, еще одного бумажника, который создавал чертежи, скажем так, инструкции для различных механизмов, персонаж отсутствует вовсе. Встречается иногда только вот такая антропоморфная фигура, похожая на Мадулор. В бумажной архитектуре есть и ситуация, как тот персонаж, либо действующее лицо, либо нет вовсе. Мы уже говорили про конструктивизм. Это тоже позиция. В частности, она актуальна для тех бумажных архитекторов, которые вдохновляются архитектурой модернизма. Это, прежде всего, Татан Кузымбаев и трио Дмитрия Буша, Дмитрия Подъяпольского, Александра Хомякова. Как вы видите, персонажей здесь нет вообще. Это проекты-знаки, и они изучают большие архитектурные понятия, пространство, объем, сетка. Но, как и у системы модернизма вдохновившей, в этих графических листах явно присутствует желание все пересчитать. А значит, где-то за кадром есть человек, который как раз занимается этим подсчетом. И образ человека, руляя этой утопией, все-таки появляется у Дмитрия Буша однажды. Как вы видите, это такой максимально активный человек. Мы видим проект «Мост» практически его глазами. «Мосты» — это еще один образ, который часто встречается в работах бумажных архитекторов. И во многом для них это символ налаживания коммуникации. Я вижу, что у нас осталось не очень много времени, поэтому постараюсь пройти быстро. Часто «Мост» либо иллюстрирует связь между разными эпохами, как, например, в работе Скандера Галимова «Город Виадук», или же в работе Александра Бродского и Ильи Уткина, который называется «Гора с дырой». Это всегда такой своеобразный образ поиска. На самом деле важнее даже для нас не образ поиска, а образ моста как символ налаживания коммуникации. В частности, перед вами сейчас работа новосибирского бумажного архитектора Ивана Шелумина, который называется «Мост с одной опорой». Замечательная пояснительная записка. Как вы видите, мост качели может функционировать как мост, только когда две стороны заявят свою готовность к коммуникации. Еще один образ бумажной архитектуры, который связан с налаживанием коммуникации, это театр. И часто звучит идея постмодернизма о том, что улица становится театральной площадью, театральной сценой. Например, уже в раннем проекте театра для будущих поколений. Позже улица перекрывается для того, чтобы создать воображаемый театральный зал в проекте у Александра Бродского и Ильи Уткина театр 79-го года, который предлагали просто перекрыть отбор колодец, чтобы создать там зрительный зал и сцену. И в еще одном проекте этого дуэта, который называется театр без сцены или блуждающий зрительный зал. Здесь практически зрители путешествуют по городу в передвижном зрительном зале в фургоне, а жители города невольно становятся актерами, таким образом налаживая коммуникацию между человеком и городом, превращая весь город в сцену. И во многом этот образ, он такой достаточно продолжает образ фланьора и вообще театральность проектов иллюстрирует такой уход бумажных архитекторов в область игры, свободного воображения и творчества. По сути, это была своеобразная башня из слоновой кости. Разумеется, образ башни стал еще одним любимым мотивом для изучения бумажных архитекторов. Мы пройдемся по нему совсем немного. Начнем с того, что башня это действительно тот образ, который для бумажных архитекторов чрезвычайно важный. Мы все знаем о том, что есть Вавилонская башня, это, наверное, самая известная из архитектурных образов. Она всегда демонстрирует не только невозможность архитектурной конструкции, но и невозможность коммуникации, невозможность состоятельную лингвистическую конструкцию. Это действительно одна из самых наглядных архитектурных иллюстраций отсутствия диалога. Именно поэтому вертикальные структуры, характерные для тоталитарных стилей, где диалог исключается вовсе. Бумажная архитектура активно работает с кодами этой архитектурной истории. Чаще всего башни предстоят как символ утопии, как, например, в работе Юрия Авакумова, Сергея Подъемщикова, Николая Авакумова, рабочей колхозницы International. Видите, что здесь одна система, система авангарда поглощает другую систему, систему тоталитарной архитектуры. И действительно несостоятельность этой утопии. Еще один проект, который показывает несостоятельность авангардной утопии, это проект Юрия Авакумова, Михаила Белова «Надгробный небоскреб» или «Столично самозволяющийся Колумбарий». Как видите, эта зловещая конструкция является вертикальным кладбищем. У нее, безусловно, есть некоторые родственные отсылки, допустим, к памятнику Христофора Колумба Николая Ладовского. И действительно эстетика относится к авангарду и к авангардным чертежам, но еще и напоминает интервенциальный модернизм. Все-таки иллюстрирует несостоятельность подобных гипотез для развития городской среды. Вавилонская башня у петербуржца Михаила Филиппова это Москва. Автор развивает эту тему претворения города в некую монструозную структуру, как утопию победившего ампира в Вавилонской башне и в Московской башне. И отчасти это пророчество действительно сбудется, потому что Филиппов строит свои мифологемы на вполне реальных доктринах и исторических максимах, например, Москва, Третий Рим, в котором он говорит о том, что Москва построена на развалинах старинной римской башне. Никакой отечественной истории здесь никогда не было, но тем не менее таким образом она в Москве внезапно появилась, что в принципе справедливо для ситуации в строительстве и застройке Москвы в 90-е годы. И вообще этот взгляд на башню как на символ ушедшей эпохи и забытой цивилизации очень характерен для бумажных архитекторов, для Александра Грозского и Уткина. В стеклянной башне тоже мы увидим какой-то забытый осколок от предыдущей цивилизации, на которой уже выросли целые города. Но еще одно важное, еще один важный момент, важный момент такого образа, который предоставляет нам башня, это прежде всего башня Солоновой Кости, куда так стремились спрятаться бумажные архитекторы. И я закончу двумя этими проектами. Первый из них называется Дом для Венипуха Александра Грозского и Ильи Уткина. Предвижной дом, который способен принимать любой облик, в том числе и Вавилонская башня, и домик на дереве, и избушка на курьих ножках, и корабль дураков, и небоскреб для веселой компании. Как вы видите, здесь люди спрятались на крыше от такого недружелюбного индустриального города. И на самом деле все эти персонажи, которых вы видите, это и есть бумажные архитекторы. Для них, безусловно, уход в архитектурные сказки был своеобразным, своеобразной внутренней эмиграцией. Но тем не менее, они прекрасно находили общий язык между собой и как раз-таки находили общий язык между зрителями в самых разных странах мира. Возможно, в этом и заключается главная миссия бумажной архитектуры, стать эмоциональным проводником между архитектурной идеей и ее воплощением. Я прошу прощения, что я задержалась. У меня все. Спасибо большое. Спасибо вам большое за доклад. Поскольку мы завершили нашу очередную секцию из пяти докладов, я думаю, сейчас мы можем задать вопросы нашим докладчикам и как-то прокомментировать то, что было услышано. Коллеги, есть ли у кого-то вопросы? У меня, наверное, есть как раз к Елене, но он такой немножко игривый. У архитектурного комиксы с героем архитектурным я просто не знаю, сколько впервые с ним познакомилась, это как бы такой герой аллюзий на героический модернизм, который таким образом в постмодернистскую эпоху превращается в такого супергероя, да? Смечательно, надо почитать про него будет. Да, на самом деле интересно, что все концептуальные проекты, которые появляются в 80-е годы, они почему-то находят своим долгом как-то немножко, простите за выражение, пнуть модернизм. Ну, естественно, но как без этого? Нет, такое есть, хотя по сути даже рассматривая бумажную архитектуру советского времени, я замечаю, то, что многие архитекторы этого периода, они вдохновлялись модернизмом, и тем не менее, это тоже их система, это тоже их язык, но да, мне поэтому интересно смотреть эти концептуальные вещи, потому что в них реакция и диалог, она быстрее, чем реакция, которая возникнет, когда здание уже построят и пойдет какое-то количество. Да, конечно, спасибо. Вадима Григорьевича, да, вопрос? Да, у меня вопрос и отчасти соображение по поводу доклада Елены. Спасибо, очень интересный сюжет и очень здорово представлен. И из того, что вы показали, в общем, вырисовывается некоторая картинка бумажников московских, которые по вещам гораздо больше ремесленники и гораздо меньше интеллектуалы, чем хотят быть, потому что вообще-то у каждой из этих вещей есть нормальная цеховая ремесленная подкладка. И если вы говорите не о сюжетике, а о поэтике этих вещей, то тут вы смотрите, тут у вас из Альдороси взято, а тут у вас взято из Дюрана, а тут у вас взято из Гран-при, а тут у вас взято... Ну, то есть, они нормальные, цеховые люди, да, и, не знаю, там первую картинку, которую вы показываете из Белова, да, и там, ну, это, в общем, сразу страдонависимо с биеннале 80-го года, да, и они все это читали, знали. То есть, такое ощущение, что они, в общем, действительно аккуратные читатели оппозишнс, аккуратные читатели архитектурал дайджест и еще некоторого количества журналов. Ну, просто кто-то им, ну, кто-то из них действительно был большим интеллектуалом и читал это сам, кто-то это получал в пересказе Александра Гербертовича Рапопорта или Евгения Викторовича Асса, или, ну, собственно, людей, которые составляли интеллектуальное поле, или Хайта, или Рябушина, да, или, там, не знаю, Рычкова, который, собственно, через два года после выхода языка архитектуры постмодернизма перевел его в 79-м году, у него уже диссертация была про это, просто она лежала долго и перевод долго лежал. Вот, то есть, получается, некоторая картинка с людьми, которые, будучи цеховыми, очень профессиональными архитекторами, вели себя, как такие слегка отмороженные художники, а при этом еще очень здорово тянули свои работы, ну, не только московский концептуализм, а, скажем, те сферы, в которых, в том числе, и московский концептуализм отлично воплощался. Я имею в виду массовую, там, не знаю, советскую мультипликацию, вот, все эти сферы, то есть, там такая кочующая поэтика, да, от кирпичевок, ну, вот, вот, примерно так. Вот, это, конечно, страшно интересно, спасибо. А с другой стороны, конечно, был еще и большой контекст, ну, и не только с Аркой Грэмом, да, все-таки, там, в 60-м году это выставка Visionary Architecture в Момо, и большой контекст вот такого архитектурного визионерства, в котором, кстати, какие-то элементы и поэтики, и персонажи эти появляются, да, то есть, в этом смысле, они, конечно, очень такие встроенные люди, это им страшный интерес, то есть, они, опять-таки, хотят быть такими городскими сумасшедшими одиночками, да, ну, такими художниками-фудожниками, я художник, я так вижу, да, вообще-то, это такие, как говорили раньше, там, крепкие профессионалы, спасибо, очень интересно. Спасибо. Вадим, спасибо вам большое, потому что это был такой замечательный комментарий, и действительно, ну, это такая вещь, которая существует на маргиналах, поэтому есть два состояния, либо люди им любуются, да, либо говорят, почему ничего не построено, это все бесполезно, и очень интересно как раз-таки, что измерение, допустим, той же нашей конференции дает возможность поговорить об этом и вообще, в принципе, поднять этот вопрос и обсудить вообще, что же это было, потому что то, что красиво, это понятно, а действительно какого-то анализа красоты его пока еще не случилось, а столько лет сколько бумажной архитектуры существует, вот, поэтому будем думать. Спасибо вам большое за комментарий от Челогрубонтовойства. У меня тоже, Елена Юрьевна, небольшой есть такой комментарий, я не являюсь историком архитектуры, но я являюсь так или иначе исследователем инсталляции, да, и вы показывали, безусловно, проводили параллели с творчеством Пивоварова, да, но, конечно, ну, то, что очевидно стоило упомянуть, может быть, в первую очередь, это работа Кабакова, да, и вот эти вот пояснительные записки, которые вы показывали к дому экспонату, они, конечно, очень напоминают воспоминания очевидцев, например, инсталляция человека, который улетел, да, там, показания голосовой и другие, и вот в связи с этим у меня возникло такое, даже не вопрос, а может быть, размышление, вы просто показывали разный материал, да, и, собственно, бумажно-архитектурно-архитектурно-архитектурно-утопические проекты, вы показывали в том числе какие-то инсталляции, и у меня возник вопрос, как проходит грань между работой, например, Бродского и Уткина в жанре вот этой бумажной архитектуры и в жанре инсталляции, потому что они, в общем-то, своего рода тоже состоявшиеся мастера в жанре инсталляции, которые успешно выставлялись, вот, и, насколько можно понять, они работают со схожими какими-то темами и приемами и в том и другом случае, то есть, возможно ли это как-то разделить, с учетом того, что инсталляция, если так задуматься, да, это тоже создание некого пространства и выстраивание некой такой среды, да, в которой существует человек, так или иначе, в зритель, который входит в реальный. Да, Светлана, спасибо большое, и, да, действительно, Кабаков у меня есть вообще везде практически в каждом тексте, который пытается сравнить бумажных концептуалистов, здесь просто для, того, чтобы немножко сэкономить время, я решила не останавливаться на нем долго и показала Мельком Пивоварову, потому что, действительно, это та нитка, за которую тянешь и вытягиваешь целый огромный свитер, когда начинаешь их сравнивать и сравнивать эти две системы. Что касается инсталляций, здесь есть такой момент, очень, ну, вообще бумажные архитекторы часто начинали действовать как художники еще там в какой-то момент своей активности и в том числе работали какими-то выставочными проектами над экспедиционной архитектурой, да, и поэтому они всегда в таком вот немножко сером поле между архитекторами, художниками, там, допустим, оформляли, Юрий Вакумов, например, оформлял вместе с Сергеем Шутовым премьеру фильма Ассы, да, там, как раз-таки, было сделано именно оформление самого зала, не помню, что это было за Дом культуры, то ли Мэлс, то ли еще что-то, но неважно, но так или иначе, они всегда кочевали между вот этими близкими властями, и, в принципе, мне кажется, что для таких художников и архитекторов, как Бродский и Уткин, как Юрий Вакумов, для них подходит такое понятие, как художник архитектуры, потому что все, что они делают сейчас, это отчасти в любом случае такое именно существование на таких вот границах между вот этими двумя понятиями, поэтому я бы их не разделяла, если честно, то есть, вот, например, как я для себя понимаю, чем отличаются концептуалисты от бумажных архитекторов, что у концептуалистов нет такой завязки на архитектурных образах, да, она есть, безусловно, есть коммуналки Кабакова, но в любом случае, так или иначе, они исчезают практически, ну, довольно быстро после того, как он уже, ну, переходит к какой-то другой этап своего творчества, у бумажных архитекторов все-таки так или иначе все равно присутствует образ дома, образ какого-то архитектурного сооружения, даже если они работают уже в жанре инсталляции. Не знаю, сколько я ответила на ваш вопрос, вот. У меня просто родилось, по ходу дела, еще одно соображение по поводу того, что архитектурный образ исчезает, я сейчас не настаиваю ни на чем, просто в качестве такой ремарки, если почитать программный труд Кабакова о тотальной инсталляции, он там выдвигает свою теорию, как вообще родился в жанре инсталляции, да, вот вообще, в принципе, в искусстве. И он говорит, что, ну, по его мнению, этот жанр как бы рождается из ощущения некой такой вот базовой ячейки пространства, которая окружает человека. И эта ячейка, это, безусловно, опыт вот этого массового жилищного строительства, то есть человек, который, в общем-то, привык существовать в неких квартирках, да, комнатушках, коммуналках, ну, или просто квартирах, вот эта вот базовая единица пространства, она как бы становится тем модулем, из которого развивается инсталляция. То есть у Кабакова, наоборот, очень-очень-очень глубоко запрятана, ну, в его теории инсталляции, воспоминания о вот этом вот ячейке жилищного как бы такого вот строительства. Вот. Это просто... Нет, нет, безусловно, я просто не веду то, что я думаю, вы можете самосогласиться, что они в своих работах меньше идут от архитектурного образа к... Ну, то есть у них он не таким, ну, все-таки он не так заложен у них в основу их творчества, как у бумажных архитекторов. То есть бумажные архитекторы, как бы, они пошли от чертежа, условно говоря, да, и у Вражка дальше к инсталляциям. А все-таки, несмотря на то, что да, я абсолютно согласна, что и у Кабакова, у Пивовару действительно в основе лежит вот эта формация ячейки, тем не менее, все равно их нельзя назвать художниками архитектуры. Ну, вот если пойти от обратного, скажем так, в отличие от того круга художников архитектуры, которых рассматривали. Так, коллеги, может быть, на самом деле еще у кого-то есть другие вопросы к другим докладам, которые прозвучали? Так, Светлана Владимировна, а вы с нами? Да, я здесь. Я хотела задать вопрос Елене тоже по поводу бумажной архитектуры. Вот, как мне показалось, в докладе основной акцент был сделан на московских архитекторах, я же правильно понимаю. А есть ли еще какие-то региональные, можно сказать, центры, либо еще какие-то места концентрации архитекторов-бумажников? Да, безусловно, есть Новосибирск, где есть некоторые наборы бумажных архитекторов, в частности, наверное, самый известный из них это Вячеслав Мизин, это как раз-таки один из представителей группы «Синие носы». Простите. Да, действительно, и кроме, конечно, Москвы есть еще Петербург, безусловно. Михаил, ну, я думаю, вы все знаете такого архитектора, как Михаил Филиппов, правда, он что-то в последнее время больше в Москву, в Москве старается строить. Он уже московский. Он уже почти что московский, и да, но мне интересно на самом деле, как, допустим, у Филиппова всегда Москва его, ну, вот такой его любимый, излюбленный мираж. Он вечно пытается в ней вернуть Третий Рим, как я показывала в своей презентации, например. А Петербург он при этом не трогает, и спасибо ему за это огромное. Вот, так что, но вот таких вот региональных центров, наверное, да, два. Но вот интересно, кстати говоря, что из Новосибирска, чтобы проекты «Жить» посылались в Японию, они сначала присылались из Новосибирска в Москву, и потом из Москвы присылались в Японию, хотя было гораздо проще отправить проект из Новосибирска в Японию. Даже из Владивостока были проекты бумажной архитектуры, но они не сохранились, потому что, понимаете, они были такие, ну, отправляются на конкурс проекта. Если копия не сделана, то, в общем-то, можно больше его не увидеть никогда, и особенно, если он там не какой-то выигрышный. Поэтому это все действительно такие записки на полях архитектуры большой. И, да, проектов-то было действительно очень много, то есть там на первой выставке около 500 проектов. Просто московские, наверное, лучше всего сохранились, потому что здесь работал Юрий Авакумов, и он здесь собирал всех бумажных архитекторов у себя, и в итоге оставил огромный и замечательный архив этих проектов, которым я сейчас занимаюсь. Вот, поэтому да, вот из рейтинальных объединений, наверное, так. Извините, что-то опять очень долго. Это безумно интересно. Спасибо вам огромное за ваш комментарий, развернутый ответ на этот вопрос. Да, у меня еще есть вопрос к Илье Евгеньевичу Печенкину и его докладу. Так, Илье Евгеньевич, вы здесь? Да. Да, вот у меня есть вопрос, связанный с той темой, которую вы сегодня представили в своем выступлении, вы в самом начале упомянули о Жанне Луи Куэне и о том, что он также занимался проблемой связи СССР и других стран во время Холодной войны и во время как раз таки, а нет, во время Холодной войны, по-моему, во время Второй мировой войны, прошу прощения. Архитектура в униформе это его проект, который я имею в виду. Да, и насколько я знаю, у него был еще один относительно недавний выставочный проект, который касался феномена американизма в архитектуре СССР. Как вы считаете, вот этот вот американизм, он действительно существовал как вот такой вот феномен или все-таки вы не совсем согласны с идеей Кайна на этот счет? Я думаю, что меня дополнит Вадим Григорьевич, который в этой теме наверное даже лучше себя комфортнее чувствует, чем я. Я думаю, что американизм, конечно, присутствовал в советской архитектуре, достаточно посмотреть на утвержденный и затем разработанный триумвиратом Щукоги и Фрейха и Йофан проект Дворца Совета в Москве. Они известны, что они ездили в 1934 году в Соединенные Штаты Америки, что они ориентировались на небоскребы и вот эта вся тема высотного строительства за океаном, она была для них архиинтересной. Американизм безусловно присутствовал. Но это лишь один из эпизодов, где-то американизм проявляется, потому что и фардизм в более ранний период. конечно, на американцев смотрели как на учителей. Здесь интересно, конечно, как этот все-таки взгляд оптика эволюционировала, потому что сначала это учителя, потом это конкуренты, это мы заимствуем американцев, но вместе с тем хотим построить небоскреб, который будет выше всех американских небоскребов. забыв на минуточку, что с точки зрения индустриального развития, с точки зрения технологий мы явно проигрываем за океанским партнером. Но этот американизм, он был важным, конечно, важным движителем архитектуры советской и не только до войны, но и после. Холодная война это не что иное, как состязания, соревнования систем, и мы слышали из уст Никиты Сергеевича Хрущева, я думаю, не нужно повторять, даже здесь насколько американский пример был важен, вообще присутствие Америки как такого триггера. Спасибо большое. Я, наверное, с вашего разрешения небольшой фолло-ап сделаю, собственно, потому что сказал Евгений вообще-то с первого момента и до последнего американизма это некоторый фон, и для этого нам даже книжка Коэна не нужна, потому что она, в общем, какие-то вещи, там в ней обсуждаются более интенсивно, какие-то более-менее проброс, но и от того самого фордизма гинзбурговского, о котором сказал Илья Евгеньевич, который просто лежит в основе всей конструктивистской логики функционального метода, через все технологические вещи, через высотки и так далее, но параллельно вообще-то Альберт Канн и вся индустриализация, параллельно действительно весь опыт жилищного строительства, потому что книжка Хиггера про жилье, она же, это часть больших исследований Хиггера по жилью, которые начинаются там еще в 30-е, и которые все построены на изучение американского опыта, и он вообще-то там в 47-м году Диссер про это защищает, правда, там в каком 49-м, у него этот Диссер отобрали, там из кандидатов его уволили и вообще отовсюду выгнали, ровно про американское жилищное строительство. Вот это выставка скоростное строительство в США, в Москве, а потом еще одна выставка готовилась, ну и конечно выставка 65-го года, потому что ни одно отдельно взятое событие, я это, наверное, генерализую как-то очень необоснованно, но тем не менее, ни одно отдельно взятое событие так не повлияло на советских архитекторов, как выставка архитектуры США 1965-го года, которую показывали соответственно в Ленинграде, в Москве, в Минске. Советские архитекторы все заболели Луисом Каном, советские архитекторы все заболели Полом Рудолфом, а до этого была там книжка христиане, были поездки, городостроительные поездки там всяких советских архитекторов, архитектурных генералов штата и так далее, то есть там вообще все, а дальше, ну опять-таки москвичам вообще в этом смысле проще, потому что у них там, не знаю, Таганка или Палеонтологический музей, да, уже там большего Кана сам Кан не проектировал, да, да, конечно. Спасибо. Да, спасибо вам огромное. Я думаю, что если вопросов по первой части нашего заседания у нас больше не осталось. Благодарю всех участников нашего заседания, очень рада научной дискуссии плодотворной, которая у нас состоялась, вот, и надеемся увидеться снова. Спасибо. Спасибо.